сорри за врыв. Ну что я могу сделать? Смотрите на твиче, смотрите на гудгейм. Там уже начинается вторая игра, не помню как называется, к сожалению, картам. О, Хепич, сзади, прошел сейчас только что за инсомнией. Красиво. Мы знаем, что ты любишь убить критов. Что ты думаешь о Ротус Тротхолме? Я взялся взгляд на Ротус Тротхолме, и вдруг я убью критов, как будто это мертвые, но они там везде. Я убью критов на сайте, и причем, что я люблю животных в реальной жизни. Но в Warcraft 3 они начинают бодиблокировать героя. Да, да, да. Рассказывают про то, что здесь на этой карте очень много животных, и Граби, несмотря на то, что любит животных, он все, что в пределах видимости, убивает, потому что, не дай бог, они заблокируют и все. Хоть переводи там, что говорят. Да нет, надо переводить между матчами, а так-то внутри игры там можно комментировать. Так, у СХ первый? Это, возможно, просто мега-агрессия со змейками. Ну, брать СХ первым героем, это мега... Что? Скорее всего, Тейкер берет, скорее, с того же самого пристрастия к застройкам, к вышкам. Возможно, это какой-то отработанный ол-ин. О, да. Старую фотку с реплея с Мэтку Фрога выкладывает. Это такая древность вообще, призрак Байн. Очень древняя фотография. И еще реплей с Нет. Такая же кофта у него сейчас, говорят. Интересно. Да, с вышками крипится. Но сразу... Что? Сразу... Сразу инцом не становится понятно, что... Что за герой и чем он может быть опасен. Очень хорошая точка, кстати, крипит. Сразу минус 2 тролля. Элем великолепно вытанковывает. Ну, какое-то время, по крайней мере. Здесь он должен вообще второй лейвл получать. Даже больше, чем второй. Очень-очень классная точка. Любопытно, какой здесь предмет выпадает. Но крипит такую точку в одну удовольствие. Да, предмета. Большая мана, ничего себе! Да... Очень-очень крутая штука. Ну, здесь вышечки ставим. Вышечки там стоят по... По 30 маны, я помню, еще в одном из вводов, когда я играл Пипс против форка на Лос-Темпл. Вот был. Помните, вышки для плохих игроков, он говорил. Я объяснял, почему. Если ты нормально контролишь, то выстрел... Там форсиры Иссихи... Ну, играли все форсиры Иссиху в орковском Мироре. Ну, в то время. Вот. И если у тебя все нормально, ты просто прокликиваешь вышки и с одного залпа двумя героями их убиваешь. И он там печатал. Вышки для плохих игроков. Наверняка кто-то помнит этот ввод. Было классно. Так, хороший еще один предмет. Хороший предмет. Уже третий Архмаг. Иссу мне, конечно, прекрасно просто крепится. У него... У него все... Тут Иссиха еще не второе, а там Архмаг уже третий. Да, у Иссихи проблемы, конечно, с криппингом. Форсиры в этом плане, конечно, лучше, потому что у него волки наносят хороший урон. А, там Томов Экспириенс еще Архмага выпал. Вот в чем дело. Так. Пытаются еще крипиться, но кажется, Инсомния уже старается действовать агрессивно. Он, смотрите, блокирует, блокирует. Да, вот поэтому Граби, видимо, и убивает всю живность, потому что, ну, пришел в магазин закупиться от крипов и убежать очень просто, но... Да, здесь серьезные проблемы уже. А тебя там блочат. Плохо построил лавку, не прикрывает... не прикрывает боросами, лавочку. Увы, не вычинит тут никак. Так. И... Че ж делать-то? А кто вторым героем будет здесь? Любопытно. СХ плюс... Воу-воу-воу-воу! Грантан нужно доконтроливать. Да, Тейкер смотрится, конечно... Минус первый Грант бежит... Бежит пешкарусом. Архмаг уже угрожает. Реально угрожает борос. Сейчас второй лем... А, второй лем уже там дпс. Минус одно логово. Аааа, да, можно было в таверне, конечно, героя купить, чтобы прийти сейчас... Потому что сейчас... Сейчас крайне сложно будет и героя заказать. Он же не заказал, так и не заказал героя. У него сейчас лимита 26 на 20. Жутко. Надо бороса восстанавливать, причем сразу два. А здесь уже делаются две арканки. Можно, кстати, нейтрального взять именно Insomni, для того, чтобы продолжить пуш. То есть взять... А, нет, он берет Mountain King и идет пассивно играть. Да, кстати, в части говорят, что появился еще новый режим. До 24 игроков можно теперь в WarCup играть. Ну, это и для апсов. Помните, если на каких-то крупных турнирах не хватало слотов на зрителей? Теперь их, соответственно, больше. И можно теперь зарубаться в режиме Free For All. Не в 12 тел, а в 24. Обязательно надо как-нибудь попробовать, потому что там вообще мясо. Или попробовать 23 компа на какой-нибудь карте инсейнов одолеть. Это вполне реально. Там миллион способов забудить это все безобразие. Но такого тоже не было. Поэтому любопытно. И тут уже Престы, Mountain King, две Арканки, очень быстро строится лавка. Тут пытается, конечно, пытается Тейкер как-то подкрепиться. Он сейчас зачищает ту точку, с которой я, собственно, начал. И не сомния криппинг на этой карте. А карты такие есть? Ну, у нас, по крайней мере, мистер Лайт на форуме выкладывал уже версию Рагнарока, измененную по 12 человек. Ну так, так что... Минимум одна есть. На Back to Warcraft еще подсказывает, идет конкурс. В FA карты на 24 игрока скоро будет. Вообще кайф. Так, значит, здесь Таурен вторым героем. Напомню, что у Таурена увеличили скорость перемещения, кажется, с 270 до 290. Эта участь, кстати, постигла большое количество героев. Ну, такая хорошая участь. Если так можно вообще выразиться. И, соответственно, под Аурой своей он бегает еще шустрее. Собственно, так же, как и Лич теперь под... То есть у него так же скорость 270-290. Под Андетовской Аурой тоже, которая дает 10%, 10-20-30 скорость перемещения на каждом из уровней. Тоже будет очень шустр. Теперь Лич, даже без сапог. И ему увеличили урон от стомпа. Кажется, даже еще... Нет. Там не трогали длительность стомпа. И, кажется, рейндж стомпа тоже не трогали. О, стомп! Да. Но стомп берут и брали, и, наверное, будут брать не из-за того, что он наносит какой-то урон. Для этого есть вейв. В первую очередь, берут его для контроля. Для того, чтобы выводить из строя вражеских юнитов, вражеских героев. Тут 4-й, 2-й уже уровень приходит, сносит лавку. Инсовни не отменяет лавочку, к сожалению. Щиты! Щиты тоже прекрасно контрят стреляющих тех же самых змеек. Получает молоток с... Ой, Спирит Волкер. Какой Спирит Волкер? Шаду Хантер. Ладно, в общем, тут проблемы, во-первых, с тем, что есть... Проэлементали. Их нужно диспейлить. У Архмага мало того, что есть вторая аура, но есть еще и большой бутылек маны, который можно спокойно сейчас выжрать. Че же человек экономит, да? Выжирать и спамить Элементали. И, кажется, задавит сейчас. Да, ГГВП. Шансов никаких. Ну что ж, 2-0. Ленцо мне ушатывает тейкера в первом матче. Легенд, это первый полуфинал. За 9 минут, 5 секунд. Давайте послушаем. Сложно, конечно, было конкурировать с Архмагом, первому Сахи. Завтра они будут играть в формате 2 на 2, тоже легенды сражаться. Почему они будут играть вместе. Интересный выбор, конечно, с Сахой, но... Надо будет спросить, почему он так выбрал. Такого героя он выбрал. Ну, инсомния превзошел наши ожидания. А, Граби будет... Граби будет в ФФА играть против всех. Удачи тебе, в общем, с этим. Удачи императору, ребята! Спасибо за... Спасибо, в общем, в рематч. Наслаждайтесь шоу. 2-0. Инсомния выиграл. Скорее всего, сейчас инсомнии и тейкер придут на постматчевое интервью. А Граби пошел готовиться к ФФА-шичке. К ФФА-шичке. 12 игроков. А почему от вас никто не поехал? Для ВК последние годы очень много Близзов. Я не знаю, почему нас не пригласили, нам ничего не написали. Увы. Потому что действительно у нас движухи по Варкафту очень много. Вот. Но если нас слушают пиарщики из Близзов, наши знакомые, многочисленные... Я расстроился, если честно. Моя стратегия не сработала, в общем, тейкер говорит. Сначала было неплохое. Похарасил ты немножечко. Почему он на лабораторию не пошел? Я ожидал, что он будет харасить меня, поэтому... Было бы рискованно, в общем. Я ожидал вышки, поэтому должен был делать разведку. Да, это интересно. Грави говорил, что это первое, когда я видел скаут-тавер для вообще скаутина. Грави говорит, что первый раз вижу, чтобы разведывательные вышки использовали для разведки. Что пошло не так, в общем? Господи, он не заметил, что у него грейд на Т2 сдоделался, поэтому он впихнул второй барак и не взял фаерлорда. Если бы я взял фаерлорда пораньше, было бы лучше. Может, нервы сработали или как? Нет, я вообще не волновался. Я просто не понял, что уже Т2 сделалось. Как тебе? 2-0, финал вышел. Ну, каково это? Каково это? Я не ожидаю, что выиграю в финале, но всякое может произойти. А, помните, как кастеры убегали от выстрелов в катапульту? Это впечатляюще. Видимо, ты тренировался. Вы тоже будете принимать счастье в ФФА. А по поводу завтрашних 2 на 2 общались уже? Не будем спойлерить, короче. Похоже, да, вы получаете удовольствие. Ради этого и собрались. Так, Insomniac Taker, Grabby, MatFrog! Grabby, MatFrog! Так, ребята, у меня вопрос к организаторам. Почему не одного эльфа? Почему не одного эльфа? У вас 4 игрока, 4 приглашенных. Insomniac Taker, Alliance, Org. И тут Grabby. Я к MatFrogу нет вообще претензий. Это, по сути, единственный был Undead в свое время, который всех шатал просто. Всех шатал. Ну, из... Не Кореи. Где? Где? Эльф? Там такой выбор. Можно? Нет. Да, сразу. Ага, хотел за... За Таурашить со змейками. Да, и с ТЦ. Ну, такая вот была я гениальная идея. Ну, Архмак третьего уровня пришел слишком рану. Он, короче, не знал эту карту, не знал, что куда там бежать. Посмотрел, посмотрел, посмотрел футменом, прикинул, там вроде закреплю. Не ожидал, что третий уровень получу на этих трех кемпах. Потом... Ну, думал, думал использовать ману. Был очень близок, был очень близок к использованию этой бутылки, но решил не делать. Можно было того же самого Хота пригласить, кстати, великолепный Эльф. Он очень долгое время прекрасно выступал на европейской и мировой арене. И на чемпионате мира, насколько я помню, Хот третье место занимал. На ВЦГ имеется в виду. Ой, сейчас фуфашечку посмотреть. Это вообще кайф будет. Представляете, фуфашечку. Но я вам сейчас расскажу, кто выиграет. Выиграет Хэппи. Они останутся с Хавком Фоги и, собственно, Императором, и Хэппи одержит победу. Или его вдвоем затимет Хавк и Фоги. Я не знаю, как они там договорились, но я бы на их месте. Пока там ехал вместе, пока визу делал, знаю формат, зная всех этих хлебушков, прежних легенд. Хэппи же еще играли, они там в Фуфа. А кто, кто там уходит, да. Вот. Поэтому, скорее всего, скорее всего, отпадут сначала нубасы, вот эти вот, которые сидели только что здесь. Потом там граби подержатся, и останутся наши корейцы. Наши там корейцы пшатнут. Вот. А потом, как бы, 3-2-2 поделят. Фоги говорил, что у них тема против корейцев. Вот. Это нормально. Я этого не знал, но не удивлен абсолютно. Красиво. Да там все договорились. Короче, против корейцев, корейцев против наших. Короче, 4 на 4 будет. Ё-моё. Мэтфрок, Хэппи, Хавк, Фоги, Ремайнд, Фог... Лоуле, там еще. Лин. Эффект? Эффект? Фом Раши. Эй. Эй. Ну ладно. Римма какой-то был задумчивый, грустный. Председатом моих каппов говорит Граф Ди. Хавк и Хэппи по две победы. Корейцев ФФА всегда светит, длесь в кого попало. Ну басы, корейцы. Они не знают настоящего СНГшного ФФА. Как бы каждый сам за себя, но наши-то с Союзом идут. Буба Смит отписался, говорит, это Дредд. Буба Смит, старичок. Жень, помнишь Бубу? Класс. Тут старички подтянулись вообще в чате тоже. Сто лет не видел. В том месте я бы считал всего вроде... Ага, да-да-да. На стримфесте, говорит, увидимся. Отлично. Отлично. Хавк там продолжает с телефона писать в чате нагиб. ЛКГ, привет. Тейкер зашел в игру. Там не хватает еще двоих, насколько я вижу. Ультраэфлекс просит слот. Аспирант на связи? Отпишись, пожалуйста, в чатике. Имеет ли смысл делать с Топстартом каким-то техническим проблемам? Некоторые жалуются на ресинхрон. Где-то там. Кривой стрим на ютубе, это коварный план или план Бэйби Бума на ГГ? Да нет, просто рассинхрон такой бывает. ЛКГ пишет, когда в Праге учился на первом курсе техникум, изучал репки по варику ход, а пытался понять, что как. И чирил за него, боже, как вчера помню эпику груму НВС ход. Какой он, ИЛТ, с Ферриками, когда он там... У них несколько было матчей. Да, это... Супер-эксайдинг. Отлично. Ты лицо после игры Дейкера, да-да-да, отлично. Да, помню эту игру. Кажется, 12 часов мун, 3 часа ход. И прокси Древа Ветров на 6 часов вообще. Или по старому. Граби за рандом. Сильно. Сильно. Ну что ж, друзья, я вас поздравляю. Отличный ивент. Жалко, что не все могут его посмотреть. Не все его могут посмотреть из-за... Ну, в прямом эфире имеется в виду. Из-за того, что сейчас уже приближается час ночи по Москве. Но все улыбаются, все довольны. Фоги там модный, смотрите, в наушниках, в капюшоне. Император, серьезно, вы посмотрите. Хэппи уже кликает, как бешеный. Ремайнд. Узнаю. Лин слева. Слева Лин. Дальше идет ремайнд. Потом, кажется, лоулит. И в конце фокус. А вот и наши товарищи. Это Хошк. Видимо, эффект. Кулмэп, говорит, ремайнд. Еее. Граби спрашивает, эта карта есть в пуле 1 на 1? Ремайнд сразу, серьезно, Витя начинает. С барака на обсерватории. Классно. Хорошо ложиться в 6 утра, каждый день вообще разницы не замечу, говорит Грабди. Весь пол уже песком усыпан. Да-да-да, тут такая древность просто. Но на самом деле древность сочетается и с лицами, которые, если вы следите за Варкрафтом, ну, такими свежими. Возьмите того же самого Фоги Хэппи, который, хоть и типа не игрок, но там шатает всех. Посмотрите на сам Варкрафт, который широкоформатный, не квадратный. Приятно. Столько времени прошло. 2002-2003 год. ГГ, ГЛХФ, ГЛХФ. For the Horde, пишет Лин. For the Horde. Вторит ему Граби. Лин говорит, Граби не Орк. Варптэн пишет ремайн, кажется, это пароль вообще из Старкрафта первого или из Варкрафта второго. Что-то знакомое слово, кажется, это какой-то чит-код. Если... Ну, я не уверен. Читер, понятно. Да-да-да. Из Варрика третьего, да? На быструю подстройку, окей. Это чит из Варкрафтри. Угу. Не, ну, знаете, я... У мультиплеера не читерил в Аркадзе. Да, у них урон повысили у Энтов, тоже баф небольшой. Там кипера тоже усилили, потому что у него ультимейт. Работает сейчас по-другому. Он действует меньше, но восстанавливает в два раза быстрее. То есть в два раза меньше он работает, но в два раза больше КП восстанавливает. Это, конечно, баф, потому что очень часто, ну, нормальные игроки не давали. Просто Транквили, ну, работать в сети, там, не знаю, 20 секунд, сколько он там работал, или 30 секунд даже. КД, у меня там 45. Вот. И, кажется, еще первые три секунды действия Транквилити неуязвимость получает. То ли Кипер, то ли даже все, кто под ультой находится. Не играл в мобках на Банете, спрашивает Эмилен. Играл. Играл месяц. Я с мобхаком на Баттлнете. Создал аккаунт. Guys, the creeps in mid are easy. You can build them with three goals, говорит Граби. Да, играл с мобхаком для того, чтобы в навигаторе игрового мира написать соответствующую статью относительно мобхака. То есть что, зачем, почему, что полезного, что вредного. А, только Кипер не уязвима мне подсказывает. Спасибо большое. Эксперты-знатоки читали патч-новут и запомнили все, молодцы. Непонятно, зачем он был на три секунды, если обычно Кипером ульт юзали по дейм-шой, говорит Зеркал. Очень толстый троллинг, либо крайняя неосведомленность относительно работы и ченнелинг заклинаний в принципе. В навигаторе хорошо платили, сейчас не можешь рассказать тайну. Учитывая то, что я был студентом, это были просто безумные деньги. То есть у меня была степуха, где-то рублей 400-500. И на 300 покупал карточку. На 3000, которые скидывали родители, я жил месяц, а в навигаторе зарплата была уже там 8, 10, 12 тысяч, в зависимости от того, сколько написал. Поэтому я просто царем себя чувствовал после того, как начал работать в навигаторе. Спасибо Константину Подстрешенному, выпускающему редактору, Игорю Бойко, главному редактору, что так много внимания уделяли Варкрафту и терпели меня. Ой, тут, конечно, Харас идет. Полный хаос, на самом деле. Попытаться уследить Фуфа за тем, что происходит у 12 разных игроков, можно, но крайне сложно. Вижу, что там кто-то экспандится, надо по цветам, по цветам хотя бы распределить. Это Фогидж, да? Да, Фогидж выбрал рейнджику, молодец, поставил базу. Красиво. Красиво. Продолжает общаться, Римайнд, help me. To the left. Kill Havka, expo, where? Римайнд говорит, иду уже, coming. Нормально. No team, говорит, Havka. 4v4, later on. Да. Красиво, красиво. Happy? Happy, да. Ну, happy, пинчет, тут рядышком фокус. И... Я бы уже сгорел, если вот так вот тиммеры бы общались. Римайнда тут пинчет, и у него экспанд строится, он пытается отбиться. Давай сначала отменим, говорит Лин. Не факт, что он успеет, уже как бы это тяжеловато. О, да. Справится, справится. Тимминг, спрашивает, римайнд, а еще бы. Точка сбора на XP Havka. Красиво. Красиво. Хэппи говорит, что корейцы, тимминцы. Римайнд говорит, не, Лин меня убивает. Что, говорит Лин? Римайнд, his base is still up. А, база римайнда все еще. Ой, а тут что у нас происходит? Фоги хорошо крепится. Убивает большую гидру. Когти плюс 9 выпадают. И он уже третьего уровня. Вижу, нычка у него стоит уже. Эффект пытается поставить базу, видимо, строит вышку, но тут рядышком трется, я не знаю кто. Император убивает. Не, 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 это показалось. Император не убить. Так, ну мы видим по структуре карты, что у всех экспанды находятся как бы по прямой в центр. То есть вот можно очертить окружность первую там, где все находятся, да, на мини-мапе. И вторая идет как бы следующим шагом. Опа, тут залетают виверны на вышки, тут же начинает... Это тейкер пытается... Кого, кого, кого? Ну кто это? Оранжевый. Ну наведите, ну. Эффект, эффект. Ну тут две вышки, их довольно сложно сложновато. Тем более подходят еще армии эффекта. Неплохо. А здесь граби ушатывает экспайн три майнда. Красиво. Почему две голубые команды на карте? Скорее всего, одна из них зеленая и другая тиловская. Может, эта передача не та. А может, они просто успели команду одну посты. Опа! Ну, будешь ты взрывайся! Ну! Линн Матфрога. Он не взрывается батками. Алло! Взорвался. Одну. Сейчас еще можно было койл получить второй в спину, но вроде как здоровья хватало. Ладно. У Лина бетон Т3 и бэтрайдеры с... С поджогом. Тут алхимик. Кстати, алхимика бафнули. Алхимика бафнули очень хорошо, потому что у него осид-бомба начала наносить значительно больше урона, чем раньше. Она и без того была очень хорошим массовым заклинанием. Действует и на наземных, и на воздушных. Работает как дебафу, уменьшая количество брони. Не имеет ограничений на количество целей. То есть осидка, она реально хорошая ауешка. Кидается прекрасно там в гарк, в кого угодно. И универсальный, главное. И здоровье отнимает, и защиту убирает. Такие еще подняли, ну, увеличили урон, который наносит со временем периодически. И второй момент, который коснулся алхимика, тоже прекрасный баф, это восстановление здоровья. Вот это вот хилинг спрей, кажется, называется... Что? Пытается закрепить, но тут жестко фогит, такой псих просто. Ну, рядом с фонтаном можно закрепить. Да, короче, не действует теперь лечение на врагов. То есть ты можешь во время битвы лечить, не боясь, что заденешь врагов. Хилинг спрей работает теперь только на твоих. Здесь еще... О, драконов можно взять. С этой стороны еще ремайнд вроде как. Омэгэ, Хавк пишет, Лоулит три экспанда поставил, Лоулит говорит, не. Хавк подходит, Лоулит скидывает... Ой, тут падает алхимик. Алхимик, кстати, прекрасен против воздушных целей. Потому что сам по умолчанию атакует воздух. Опять же, осидка теперь еще более эффективно работает по воздуху. Учитывая то, что у воздушных юнитов, как правило, очень мало здоровья. Им очень критично как раз и массовые заклинания, и снятие брони. О, этот протектор прекрасный у Фогича. Просто... Ой, там правда налетают батки. Налетают батки нам не показывают, но очень опасный момент, потому что... Потому что Лин, кажется, штурмует. Но здесь нельзя эффектом нападать. Хотя, с другой стороны, Инсомния подходит. И уже с дефенсом можно вышки покоцать. Здесь продолжается движуха в центре. Фоги, Хавк и Лоулит пытаются поделить центр. Да, классно. Опасно. Ну, там сложно. О, его там Лин всю защиту ему поубивал. Ай, как жалко дракона, повзрывали. Но, с другой стороны, Лин насливал вообще все. То есть, он насливал всех своих баток. Их было с десяток. Где-то так. Охрана Кота поддержал на 2000. Я от уведомлений отмечал, чтобы не мешали. Но, тем не менее, Миша, Миша, попроси там ребят разобраться насчет PayPal. Если кто-то из наших слышит, то разберитесь. Но, в любом случае, завтра я посмотрю, что там происходит. Мид Плазе. Лоулит 5-5 hero. Олмаз 6 ДХ. Манипуляции. Манипуляции от Хошкань. Совсем немножко. Все пытается тут пропушить эту базу. Эффект. Здесь неплохо. Хэпич, кажется, подключился. О, тут десятую гидру бьют. 1600 здоровья. Хаос, урон под соточку. Она же еще на две части разваливается, да? Ну, там предмет. Какой предмет? У панды. Серьезно? Всего? Да. Да. Это кидалово какой-то от гидры. Выпал только... Тут, кстати, мы видим, что фокус Хэпича пинчит. Вы посмотрите. Поджигает. Шахту убивает. Да, тяжеловато. Что-то, я, кажется, Хэппи пророчил... Пророчил победу вообще в этой каточке. Но что-то сейчас... Я не уверен в этом, потому что без... О, и у Лин уже пятый уровень. Мисс, мисс, мисс. Что? Что? А почему? Там вероятность... Как? Почему мисс? Из-за разницы по уровню, типа, там же не было никогда такого. Что? Не, я не понял. Подождите, подождите, почему мисс? Я не понял, откуда миссы. Не, если Хэгэ, то да. Но если летающий юнит, миссов же не было вроде никогда. Так он же в воздухе. Ну и что? Ну тут. Там хайграунд. А, типа, он был в воздухе, но еще на уровень по... На пригорке. Хитро. Ну, типа, он залетел еще выше, типа, над лесом. Я понял. Такей. Может, поры панд... Не, ну, дебафов не было. Он был... Всегда возвышенность, да. Не, не всегда, точно. Точно не всегда. Обычно нет миссов, если ты стреляешь просто по-воздушному. Надо перепроверить. Таурен тут ушатывает с танками. А кто это пришел? Кто это, кто это? Граби, кого ушатывает? Кого... Кто ушатывает Граби? Это Хавк? Хавк. Хавк. Да, Граби не отобьется здесь. Слушайте, у Хавка три базы вообще. Если это его, конечно, базы. Минус. Не, ну классно. Это как раз было ожидаемо. Тут с другой стороны ушатывает наконец-то шахту, но это уже... Граби пишет GG. Первым-первым Граби улетает. Но совсем скоро отвалится еще и... Это эффект вроде, да? Да, эффект GG. Дракон! Две тысячи двести жизней! Хаос-урон! Он может еще жрать юнитов, дивал есть и переваривать, как кодой. Но стоит каких-то бешеных денег и занимает огромное количество лимита, типа восьми. Но, конечно, дракон очень хороший. У него, во-первых, бафы хорошо работают, хотя я не уверен, что у него работают бафы. Его сложно взорвать батками, то есть там надо штук пять баток, чтобы его взорвать. Его просто контролирует, ну как верма, то есть пожирнее только. Кажется, у него даже сплэш есть, если мне память не изменяет. Ну что ж, мы следим... Ой-ой-ой-ой-ой, тут батки взрываются. Орк на орка, но... Бэтрайдеры должны, конечно, уходить уже в... Ну нельзя так, конечно, отдавать. Нельзя. Так, фоги с драконом. Кажется, Граби пришел. Комментировать там. Так, паладина тут ловит. Инсо мне, окажется, будет следующим. Хавк уже готов, заряжен. У него еще же хорошие герои, понимаете? И армия хорошая. Видите, здесь грифоны против вышек и против футменов. У футменов это несерьезно. Плюс у Хавка еще героя лучше. Просто потому, что он Граби ушатал довольно быстро и там получил опыт. Лоулит ставит еще одну базу, третью, а то и четвертую. Хавк должен катком пройтись следом по Инсо. У меня из старичков всех убивает Хавк. И сейчас танчики потанкуют, можно перегруппироваться. Не надо ты грифонами танковать, хочешь кто-чего? Конечно, конечно. Футменов и грифонов сложно убивать. И он еще так затаурился хорошо. Красиво. Там вертолетики, которые таким числом не возьмут ни грифонов, ни тем более танков. Ну, как бы танки-то. Хэппи жмется, у Хэппи все очень плохо. Я ему, я говорил, что он выиграет, у меня там ДК-2. Что? Класс. МК почти третьего уровня, получает третий у Хавка. У Хавка сейчас пока что самая лучшая ситуация. По экономике, по героям. То есть вот, если вы в Фуфа не тормозите и людей слабеньких ушатываете, это очень хороший знак. То есть вы, во-первых, у вас хорошая экономика, во-вторых, вам не нужно как бы крепиться или искать какие-то остатки на карте, тем более, что сейчас вы вообще ничего уже не найдете. В центре уже все закреплено. Вот, вы просто повышаете еще силу своей армии за счет того, что герои ваши растут. Шестой уровень уже, ничего себе, это у Лин, ой, у Фокуса, да? Или у Лины? Лин, кажись. Красиво. Ой, Батки, 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 превратил Батку. Взорвался, правда, не туда. Фокус и Лин, да. У Фокуса все очень плохо. Хотя, Фокус, кстати, наверное, поактуален, посильнее Лина будет, Фокус, по крайней мере, активная, играет еще, на турнирах принимает участие. Классно, классно. 21к человек смотрит на англоязычные трансляции. Да, для Варкрафта это большая редкость, на самом деле, потому что даже когда проходили турниры, там, в том же самом, Китае, там были и китайцы, и корейцы, и европейцы, все лучшие на тот момент. Игроки на англоязычной трансляции было меньше народа. Гиппогрифы? Ну, там панда есть, я не знаю. На панду, в принципе, тяжеловато лезть. Фогги тут в этом плане значительно лучше, ну, лучший состав армии. Дыхнул еще. О, а здесь что происходит? Здесь пинчат Хэппи, кажись, да? Огромное количество эльфов. Хэппи тут отбиваться. У него 48 лимита всего лишь, он пытается там вылечить Дредлорда. Дредлорд в окружении не держит удар. Там, конечно, вышки работают, там шестой уровень Демон Хантера. И Император, Император в этой катке повержен, к сожалению. Потому что там некуда деваться, это гэгэшечка, конечно же. Господи, он... Да... Просто гэгэ. Минус Хэппич. Так, ну ладно, запомнили нас Лоулит. Так, здесь сейчас будет винные поры, дыхание хорошее. Дракон там стрель... Как дракон? Отвешивает, вы смотрите. О, господи, там дракон. Оооо, просто минус два героя сделал. Дыхание поры прекрасно, ремайн тлевает. И Фоги сейчас... Куда ты отступаешь? А, там атакуют. Кто атакует? Ремайнт ливнул. Там атака, там атака просто. Не здесь. А, здесь тоже файт. А, Хэппи... Слушайте, Лоулит еле-еле уходит, блин. Хавк, видимо, попытался помочь Императору. Блин, ну тут дриады против грифонов. Убить бы вот эту панду, дуру. Ой, хорош, атаманка. Не, Хавку надо валить отсюда. Хавку надо валить отсюда. Хорошо отконтроливает. Кстати, можно панду забрать, можно панду забрать. Нам не показывают. У Янцовни второй уровень Архмага. Господи, бедолаги. Не, не забрал, не забрал. Маршем просто идет Хавк на Лоулита. Здесь фокус добивает... Добивает ДК... Я не помню, кого. Красиво. Красиво, добил. Да-да-да, дают опыт, если ты до пятого уровня. Ну, в смысле... А, это Мэтфроговский ДК. Я все понял. Хорошо. Кстати, друзья, пока не забыл. У нас есть опция низкой задержки. И не так давно был апдейт. У кого были проблемы с Firefox, ну, звук трещал, помните? Эту тему пофиксили. Поэтому включайте, проверяйте, отписывайтесь в чате, все ли ок. Можно стрим смотреть с задержкой, там, в пределах секунды. Так, а что здесь-то? Откуда Виверна? Что происходит? Хаос какой-то, я не понимаю. У Лина очень серьезная армия. Великолепный воздух, там BloodLust еще. Фокус прилетел к Лину, Ма с батками. Просто весь фокус недоконтроливает. Сейчас нужно врезаться. Еще врезаться. У тебя вот... Да, он не подводит специально... Он пытается, пытается просто мейн убить, и все. Надо телепортироваться. Прямо сейчас, прямо сейчас телепортироваться. И взрываться в баток. Поздновато начал тпшиться, к сожалению. Но минус мейн, причем Т3, и батки на таком, просто... На таких низких хитах уезжают. Красиво. Красиво. Тейкер там убивает какие-то здания инсомнии, оставленные на экспанде. Эйр, Ворк, Мирори, Ого. Икс Демон пишет. Во-первых, это не Ворк Мирор, здесь ФФА. Во-вторых, у тебя там были косяки, кажется, с правами связанные, что ты там банил. Был негатив. Так что, Демон, чего ты там? Умничаешь. Хорош. Хорош. Хавк в это время нормально двигается. У него прекрасные герои. Пятый Архмак. Танки, Грифоны, МК, Паладим. Все шикарно. Надо просто выбрать жертву, например, Инсомнию, и добрить его. У ФОГи вроде как... Ой-ой-ой, ловят сейчас Лаулетовского Дэху, но Лаулет спокойно стафает. У Панда Хекс, но у Панды есть и Телепорт. И Дрятки рядышком тоже. Ну, тут отменяют, кажется, Лаулетон нычком. Ой-ой-ой, кажись, настало время Инсомнии. Смотрим. Да, есть вертолетики, но вертолетики очень быстро уходят от танков. Наверняка там хорошие апгрейды на атаку. Давит, убивает Паладина, ГГ пишет Инсомния и выходит из игры. Надо отвезти Архмага обязательно, чтобы он не жрал лишний опыт и спокойно доесть там Аутон Кингом и Паладином остатки. Везде постоянно какая-то движуха идет, это прекрасно, конечно. Просто прекрасно. Так, так. У Фогича тоже вроде не все так плохо, я вижу, что он две базы занял, кроме основной. Лин пишет GG, выходит. Вот, это Фоги как раз и ушатал. Минус дракон, к сожалению. Надо было стафануть, но, видимо, стаф был на перезарядке. Третий СХ, да? Фокус, хавк, Фоги из таких нормальных. Да, вот Фоги сейчас... Ой, это не Фоги, это Лаулит в этой части. Да, Тейкера ушатывает. Достаточно легко, потому что тут армии-то особо не осталось. Мы помним, что там Демон Хантер был уже шестой, наверняка сейчас седьмой. Спокойно сдувает, рабочих сдувает Бору. Да, и очень сложно, конечно, Тейкеру здесь будет. Но у него 15 лимитов всего лишь, как он будет защищаться-то. В центре дракона перекупили. Пытаются атаковать, но Грифон отказывается атаковать дракона, потому что спелл им юн, извините. Да-да-да, Деволф есть у него, можно жрать юниты, все верно. У хавка 4 косаря на руках, с лесом есть определенные проблемы, но ничего страшного. Сейчас они с Фогичем не должны вообще... Ну, они в принципе не пересекались. Несмотря на то, что находятся достаточно рядом друг с другом, хорошо, что они активничают только в одном направлении. То есть это не совсем честно, на мой взгляд, в Фуфа, но как бы плевать. Зато они могут спокойно действовать в этом. Просто каждый по своему направлению. Рейнджика почти шестая, если будет шестая, можно будет уже переманивать жирных юнитов. Кстати, а дракона-то можно переманить? Такой вопрос. У него же, в отличие от Маутен Джайантов, нет апгрейда на полный иммун, типа как геройский. Или он изначально таким обладает, я не знаю. Кажется, можно переманить такого дракона. Хавк пошел Фоги давить. Да, вот только я сказал, что они друг на друга не нападают, все. Как пришел Хавк на Фоги, Фоги циклонит Хавка. Тут сложно сказать. Хороший Клэп. Клэп, кстати, тоже подняли в плане и урона. И... Ой, там не нужен. Ой, там просто минус все талоны, минус все арчи. Сайленс идет неплохой. Фоги пытается отступить. Здесь можно молотки покидать еще. Падает медведь. А, до шестого уровня, говорят, можно. Фоги, говорят, просто Хавка качает. Неплохая версия. Строишь юнитов на точке сбора, просто отправляешь там куда-то в сторону. Блин, как же страдает Бэтрайдер. Ой, в смысле Блэдмастер. Не потому, он дует. Сейчас проезд. Проезд. Да, камень жизни. Сейчас нужно дыхнуть еще на эти три вышки. Забрать их сразу. Ну... Э, Лоулит не тратит, почему? Да, дышит. Очень серьезный, конечно, Демон Хантер. Ульту ему не пофиксили. Катнул бы их в ФФА, не вы чего. Тут Император первым откололся. Такое мясо просто. Я помню, играли там с Императором. Ну, Хавка, конечно, шатали, я помню, в ФФА. Были-были победки у нас над ним. Втроем наваливались. Легко вообще, без проблем его ушатывали. Так, а в это время Тейкер пришел харасить Хавка. Это очень плохая идея, потому что, ну, есть просто вероятность словить ответочку. Там, пошлют танки через атаку просто, и все. И давай отбивайся. У Тейкера, вы помните, лимиты 15 было на тот момент. Его и так поутюжили очень сильно. И экспанту шатали. Причем у него все плохо. Первым грубе отъехал. Да, 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 первым грабби отъехал. Грабби хэппи потом, кажется. Нет, грабби, потом эффект, а потом хэппи. Окей. Ладно. Спасибо. Я рад, что я был хорошо. Фоги, кстати, подавливает... О, Римайн пришел комментировать. Хорошее дыхание. Подавливать фокусом. О, а тут подходит еще Лоулит, кажется. Ложись. Просто жуть. Не, Лоулит, конечно, самый, наверное, сильный. Я смотрю на этого почти девятого. Да, Тейкер пишет ГГ. Ну вот, это пришел капку на экспант. Лови. А сейчас Фогич может отлететь. Потому что у него лимита достаточно мало. Всего 40 лимит. Он там переманивает медведя. Под протекторами какое-то время поддержится. Он пытается сейчас откайтить этих гиппогрифов. Очень рискует. Может потерять Панду. Панда телепортируется на... А, это у него последний. И делает... Персональный телепорт делает. Можно циклоны было поднять. Панда телепортируется на мейн. Нет, тяжело, тяжело. Фогич там, скорее всего, останется. Хавка в это время у Лолайта... Он пивает базу. Это просто совпадение. Это просто совпадение. В общем, рассказывает Граби, как его Хавк добил после того, как они с Ремайндом поконплектовали. Так, ну здесь я вижу, что Таурентом пытается вытанковать. Батки взлетают. Но есть и Иннерфайр, и есть Паладин. Есть пятый Маутон Кинг, которого пытается отхексить сейчас Лин Ли. Так, Граби, куда ты убежал за Инсайдом? Можешь потом рассказать, что это ты натреннил Хавка в Уфа. Ну, посмотрим, посмотрим, выиграет ли он, усвоил ли он все эти уроки многочисленные. Естественно, не за бесплатно это все делалось. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока идет неплохо. Не без ошибок. Девятый демон. Нет, тут, конечно, Лолайта будет очень сложно выиграть. Хотя у него всего два героя. В перспективе прокачаны три героя Хумена, особенно на большой карте. Ну, то есть, если есть массовый телепорт, танчики, можно поразводить. То есть, в конце концов, ты можешь не драться с ультимативным Деван Хантером. Уходишь, возвращаешься. То есть, у тебя мобильность, у тебя есть массовый ТП, у тебя есть возможность поразводить человека с танчиками. В конце концов, у тебя юниты не такие дохлые, как, ну, как те же самые гиппогрифы. То есть, грифоны поплотнее будут. То есть, там так просто одним дыханием и парой выстрелов Демон Хантера не справишься. Так, значит, Хавк подрезает нычку Фокуса. Или Лина. Так. Фокки, я думаю. Фокки? Да, он первый человек, который купил имба драгон. Имба драгон. Корейцы, конечно, с английским так аккуратненько. Так, Хавк телепортируется. Ой, тут лалает рядом. Опасно, опасно. Так, кто остался-то? У Хавка 92 лимита и на руках приличное количество Фоги без... Ну, у него 50 лимита, денег мало. Но он с рейнджеркой. И Демон Хантер 6-го левела! Сейчас как бы за эту базу мы тут... Молоток надо кидать сразу в него. Бах, там туда-сюда, нет? Да, молоток в него. Попытка сейчас отстрелить медведей. Паладина надо прожимать. Диван Щилл, паладина немножко фиксанули. То есть время действия на втором и на третьем левеле уменьшили, насколько я помню. Хороший, кстати, молоток, клэп. У Демон Хантера-то не так много и жизни остается. Посмотрите, плюс у него нет телепорта. Телепорт, кстати, у панды, а... Ну, и есть стаб, соответственно, у панды. Неплохо тут Хавк разбирается, кстати. Дрядки могут потерпеть от... от мортира. Очень хорошо сейчас Хавк разбирается. Смотрите, мортиры минус. Ой, в смысле, Дрядки страдают. Телепортируется Ла-Лайт. Хавк еще телепортирует там стаффами. Прекрасно! Убивает медведя. В это время Фогги наваливается. Короче, наши, кажется, объединились. По крайней мере, Хавк не идет давить Фоггича, а... Так, фокус здесь. Как раз фокусовский эксп ушатывает Фогги телепортировать, видимо, для того, чтобы защитить свой экспансион. Реально, откуда у Хавка ОМК Арба-Арковская? Вполне могли выложить перед тем, как выйти. То есть это... Тут фу-фа, тут нет вообще правил у них. Ну то, что типа нужно... Что-то делать. Ну можно как бы убить просто эти предметы. Можно не брать их. Можно не выкладывать их. Так, здесь крепится фокус, убивает юнитов, которые остались после того, как кто-то ливнул. И это очень... Тейкер пробовал откупиться. Красиво. 52 элитный лимит у Фогги. Но это происходит, когда ты рейнджеркой переманиваешь какого-то юнита. Вон грифон, например, 4-х лимитного. У тебя не помещается. Ну ты кого-то там убиваешь, он сейчас убил, и уже лимит 50. Рашен Тиммерс. МК наполовину шестой. С заказмоданом будет значительно проще справляться с... Ой, массовый ТП пошел. Кто там? Где? А, напал, напал лоулит вниз. Ооо. Ой, опасно, опасно, опасно. А МШ? Блин, тут, конечно, Хавки просто ушатывают грифонов. А тут очень много гиппогрифов. Они просто склевывают все. Весь воздух Хавка. И не успевают... Ооо. Вообще 10-й Дима ловит, правда, молоток. А, у него денег нет. Пошла ульта, пошла ульта. Молоток где? Блин. Паладин пытается уйти. Молоток нужно кидать. Вроде маны есть. 82. Не кинул. Смысл в том, что у ловли-то вроде есть проблемы с экономикой. Отличный диван. Фокус там характер Фогги. Фогги телепортируется. Циклон, прекрасно. Телепортируется. Ну, надо фейри-файр это виновесить. Ладно. Короче, ФФА это не только битва армии. Это еще и битва экономик в долгосрочной перспективе. Поэтому наличие не просто хорошего лимита, боевого Хавка, но и четырех косарей на руках, это важнее, чем то, что, например, Ла Лайт, как они говорят, у него лучший герой. Поэтому я за Хавка. Я бы поставил деньги на Хавка сейчас. Фогги что-то к партизанской войне сейчас может вести, да отбиваться от... Ну, как отбиваться? Он может убивать фокуса, потому что у фокуса уровень героев не такой. Сейчас бы... Сейчас, скорее всего, он его разведет на ТП, потому что тут всего лишь три орковские героя. Почему он фэррифайр на автокасте не оставил? Да, минус Таурен. Это может быть, кстати, конец, фокус. Надо прятаться. Да, еще Реджух есть, наверное, на Патме. Красиво. Сайленс. Ой, хорошо! О-о-о-о! Хорошо! Я бы ливнул после этого. Да, и еще теряет добывающую базу. Фокус, сдавайся! Мне не сдается. У Хавка 98 лимит, он дракона еще купил. Массовый телепорт от Ла 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 Ита. И отменил! Хорошо, красиво! Ну, сейчас, правда, не купился Ла 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 Ит. Какой хитрец, а! Какой хитрец! Очень красиво сейчас Хавк добывает. Фоги пытается добить фокуса у него. Кажется, последнее добывающее. А Фоги и Хавк пересеклись. Фоги теряет парочку медведей. Там такая армия просто. У Хавка... И Патма ловит молоток! Минус черт и Патма! Подкормил, подкормил, только никому не говорите. Красиво. 100 лимита у Хавка. Хавк, понимаете, Хавк! Хавк! Побеждает Фуфа, ну! Неплохо мы его натренили в Фуфа. Массовый телепорт. Не все телепортировались. Молоток в демона. Демон ультует. Тут за Казмодан идет. О, часть драконов... О, часть танков не стелепортировалась. Да. Лечение неплохо. Все равно даже держится, кажется. Панда ультует. Молоток в... Не, все равно он тут весь воздух потеряет. А где... А, нет, Палыч здесь. Короче, тяжело, тяжело. Ну, масс ТП, да, масс ТП, он такой. Четыре танка. Четыре танка не сражалась. И дракон. Он бы там просто разуплотнился. Ну, фокус с Фогги продолжает. Опасный момент. Очень опасный. Дракон приходит. Бах. 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 Демон Хантера заканчивается ульта еще. Став пошел. Ну, надо подрезать. Надо подрезать. Надо подрезать. Ну, чего ты боишься? Ну, е-мое. Ладно. Что у Лалая-то по... Фокус там подрезает еще. Черт. Вот-вот гады, а. Вот. Подрезают танчики. Нет, сейчас Хавку надо просто собрать с новой лимит. У нее есть на это деньги. Да, не дать Лалай эту... Сбрить желательно вот базу, которая левее находится. Не эта, а следующая. Палыча будет ТПшнуть, конечно. Хотя... Пересты вроде есть. Паладин почти шестой. Правда, нечего воскрешать, кроме Христов. Но это круто. Паладин почти шестой. 3-2-2 пошло, говорит. Какое 3-2-2, ребята? Просто увидел танк, подрезал. Чего? Я человек простой, вижу танк, подрезаю. Как бы, если у вас бегут герои, вы видите битый танк. Что вы будете делать? Скажете, ой, нет, извините. Это не честно. Куда ж они знают? Что? Что? А, подождите, нет. А вот это уже 3-2-2. Я увидел, что на базе Лалай это делается... Делается мейн фокуса. Все, все, я понял, о чем речь. А, и у фокуса на этот момент было 322 золота. Да, это все объясняет. Да, да. Десятого уровня Demon Hunter. Корейцы, а? Корейцы. Я помню, когда я первый раз увидел вживую корейцев, именно про геймеров. Это был Code of Five. И вот у них такие теплые отношения, знаете. Они могут подойти, там, сесть один другому на колени. Это нормально. Это не по-ахтунговски. ВТФ, 1ВС2, 2Х2. Да, уже вдвоем пришли. Что? Что? Нет, дракон, нет, дракон. Дракон, оставь. Ставь. Хотя тут вышки, давайте, вышки, вышки, вышки. Подключаемся, подключаемся. Там хороший ДПС идет. Ааа, и назад полетел. Нормально, нормально, нормально. И танк еще под... Папапапапапапапаприкрывает, нормально. Нет, тут хорошо. Закайтил. Танчики надо под... Подстафить. Сейчас опять гипосы возвращаются. О, перегруппироваться. Очень битый гипоуриф. Правда, танки тоже. Там минус 2 танка. Ооо, без Фоги тут не затащить, я боюсь. Фоги! Сноси их! Пока они тут! Давай! Не, ну Фоги надо было реально нанычкать. Ой, хорошо, тут Фоги подрезает. Блин, да. Слушайте, это как... Ну, это не как Великая Отечественная война, потому что там мы с Южной Кореей не сражались. Там японцы были, как бы, но это другая история. Но Россия и Украина тут вместе, понимаете? Это не политика, это киберспорт. Тут, как бы, нам эти границы, нам эти... На эту политику вообще плевать на нее. И, конечно, она не испортит. В этом как раз и прелесть киберспорта. Границ фактически нет. Есть, конечно, сложности с визами и прочее, но когда нужно замочить корейцев, как бы... Вместе надо поработать. Прекрасно. Ну, Хавку тяжело, конечно. Он тут пытается... Пытается, пытается, пытается. Да, и... Подходит сзади Орк, но... Он как-то очень странно подходит. Он даже больше мешает. Он мешает. Хелп, говорит Хавк. Ой-ой-ой-ой, опасно. Да-да-да, Фокус... То тому помогает, то другому помогает. Нужен, нужен Фогис, чтобы подошел с какого-то фланга открытого. Ай-яй-яй-яй. Пытается убить Фокусовского Блэйда. Туриен, Туриен, Фокуса... У-па-падает хорошо. Нет, Твич лагает. Нет. Ненавижу. Ой, сейчас можно Блэйда убить. Давай, yes, молодец. Я остался только Сэха без мана. И Фокус сзади такой, вот, бегает. Такой, сейчас как помогу. Сайленс. Воу. Хагош. Так, прилетели, прилетели Хавки. Лоулита... Умирает на танках. Прекрасно. ГГ пишет. Фокус, по крайней мере. И уходит из игры. Остается только Хавк, Фогги и Лоулит. Вроде как держит удар Хавк, но тут тяжело, конечно. Панда десятая. Панда телепортируется. Можно пару этих... Да, медведя, медведь минус один. Правда, теряет грифона. Хорошо. Сейчас вдвоем. Вдвоем. Хорошо. Хорошо. Изи, говорит Хавк. Ой, царь. Я, знаете, я жду момента... Фокус нуб, говорит Лоулит. Я ж на моменты, когда Хавк придет, из телефона в чате гудгеймовский напишет какую-нибудь веселенькую штуку. Это будет классно. Вот он, понимаете, вот настолько... Вот еще одна прелесть киберспорта, понимаете? Границ нет, интернет есть. Пожалуйста, вот лучшие игроки, вот они играют, вот они наши, вот они там не наши, неважно, как хотите, там, за кого хотите, за того болеете. И очень близко, в любой момент может выйти на связь и написать что-то. Очень близко к болельщикам, конечно же, игроки. Хорошо работает дракон, там, правда, получает... Ну, короче, тут помогает, помогает Хавк. Точнее, как помогает? Он сам ушатывает Лоулита. Он сам ушатывает Лоулита, без Хавка. Сейчас я еще буду удивлен, если Фоги... У Фоги 100 лимита. У Фоги 100 лимита. Его там в один момент не добили, пожалуйста. У Фоги 100 лимита, он еще, может, с Хавком повоюет. Хотя лучше, знаете, в конце написать ГГ и вместе выйти. Вот это вообще великолепный будет понт. Если вот убить одного и просто победила дружба, даже не доигрывать. И написать что-нибудь в конце, типа, ну все. Nothing to do here, типа, больше здесь нечего делать. Блин, давайте, ребят, давайте, устроим шоу. Откуда 100? Да, вот у него была одна база. Тут еще окружает, окружает Панда. Сейчас может десятую убить. Он не отпустит ее, он ее не отпустит. Нет, Став, там может быть. Ой, Став, 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 Став. Нет, 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 нет. Поднимай его, поднимай, поднимай. Ес, давай, поднимай. Хорош. Ой, ну что такое, короче. Давай, Лоулит, ливай. Сейчас минус Дима в 10-ый и Панда в 10-ый минус ГГ. Сейчас добивать будет просто ГГ фиш с Лоулит. Все, остались только наши. Давайте, ребят, только не воюйте. Давайте, красиво прям. ТТ, говорит Хаб, неужели будет доигрывать? ВС Имба. А, Фокус здесь? Фоги, Фоги, Фоги. Телепорт. Не, они будут доигрывать. Ладно. А, нет, у Фоги просто орковские базы. Он захватил рабочего и за фокусы развивается. Красиво, красиво. Доигрываем. Нет, доигрываем тоже хорошо. Доигрываем тоже хорошо. Прикольно. Вы понимаете, всех ушатали. Всех наши ушатали. Но я думал, что Император доживет до этого момента. Но он, может быть, великодушно просто дал нашим выиграть. Может, он решил страты не палить. Это тоже возможно. Это очень сложно играть. И мой сайт Хэппи и Фокус. Это очень тяжело. Фокус рассказывает про то, что у меня тяжело было. У меня там Хэппи был. А, это ремайн говорит. Ремайн, кажется. У него такая речь. А, где вы думаете, что вы потеряете? ФФА, Грифоны, Танки, Иннерфаер. Но здесь Фогич так просто не... Да, нужно валить. Ну, там маны у героев нет. Всех без повода диспейлил Фогич. У него, кстати, с экономикой большие проблемы. То есть, у него нет баз. А у Хавка, правда, тоже накопления исчерпываются. Но у него, по крайней мере, три базы слева есть, еще недокаченные. А у Фогича, кажется, нет ни одной актуальной базы сейчас. Не палит страты перед Интом по дотке. Ну, как угодно, в общем. Может, там было просто его... Кажется, его там двое прессовали просто. Не дали поставить базу, потом на базе. Орк снес шахту, потом эльф пришел. Полтора к хп у каждого. Телепортируется Фогич. А вот эта вот база, видимо, последняя на защите. Элемит 80. Ну, тут мейн. Тут сложновато сражаться, учитывая то, что дерево такое серьезное. Да, рейнджерка все... Ой, он ее так долго воскрешает. Пока рейнджерки нет, можно... И нужно сражаться, на самом деле. Нужно сражаться. Давай, за Казмодан и вперед. Тут надо прожимать ульту и идти вперед. Пока рейнджерки нет, повторюсь. Да, нет. Да, за Казмодан включил. Пошел молоток сразу. Панда без маны. Старфол! Спасайся, кто может! Да... Бросил молоток нефтовой, и все. Ну, сейчас, конечно, откатится молоток, но... Надо-надо... Да, бах, молоточек. Старфол минус. Все очень красное. Да и Патмас... Ой, Резурект, Резурект от Паладина. Красиво. И падают медведи ГГ, пишет Фоги. Хавк, чемпион! Так, ставочки. Что он сейчас напишет в Гудгеймовском чате? Такой довольный. Хорош, красавчик. У него еще футболка, видите, терновская. В смысле, хумановская. Очки так, хоп, серьезно. Красавчик. Да. Молодец. Молодец. Гордость, да? Наш. Селенова, да-да-да. Что-то вообще не почувствовал, да? И там уже твой его, там он, изи. Сноси их. Тоже фразы вот эти вот запомнятся. Красиво. Красиво, красиво. Ну что ж, ждем. Фоги и Хавк придут на интервью. Послушаем. Сделал погромче Фогич. Красиво, красиво, ребят. Красиво. Поздравление, Хавкман. Поздравление, Хавкман. Спасибо. Вы видели, так улыбался. Да, да, я ожидал, что выиграю. Первая победа на турнире. Что? Инсомни и Граби первыми атаковали. Когда я пошел на твою базу, я думал, что это база и инсомни. И не мог понять, почему он игнорировал меня, а потом ты пришел. У меня было просто 50 лимитов футмана. Очень поздний тек. Так, у тебя был экспанд? Нет. Он не крипился по центру. Да, два экспанда и... Лаулит и Фоги распилили центр. Нет. Не красный точку. Только рядышком. Кто покупал первый драгон? Я, я, я. Я купил. Я купил. Ты знаешь, что картон неплох? Ну, да. Он тренировался. ФФА практик? Тренировался в ФФА, да. У нас были турниры некоторые. У меня было много возможностей потренироваться. Не все знают. А, люди о черепахах, которые ты так рано получил. Ну, я просто решил... Ну, до начала игры посмотрел карту и решил, что закреплено. Мы играли против компьютеров десяти инсейн. С хапками вместе. Почему Дарк Рейнджер? Почему Дарк Рейнджер? Ну, хороший игрок. В лейте хороший. Сайленс. Отличен. Но... Ну, в последнем файте с Хавком я забыл Амшу поражать и потерял. И она просто взорвалась. Поэтому я не смог Сайленс использовать в финалке. Я думаю, что мои герои были не такие сильные, как и у него. Согласен. Вы два европейца, которые в финале, ну, короче, потом будете против корейцев играть. Вы чувствуете себя фаворитами? Хавк кивает. Да! Говорит Хой. Мы... Мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Но... Это... Это... Я увидел, что Лоулит хорошо играет. Я пытался убить фокуса, но Лоулит помогал. И вот время... Хавк атаковал меня. Я был очень зол, потому что я сражаюсь с двумя корейцами, а он нападает. Но когда Хавк сказал, что корейцы два против один, я говорю, что ты уверен, что я помогу, потому что я не могу бороться. Но когда он сказал, что два корейца на меня нападают, конечно, я помогу. Как у вас настроек по поводу завтрашнего кланвара с корейцами? Как думаете, шанс хороший? Да. Мы много тренировались. Я тренировался с эффектом и хавком, поэтому... А Хэппи вообще не нужно тренироваться. Мне кажется, что у меня есть хорошие шансы с фокусом, потому что... Часто мы на нетизе очень часто играем, и с орками, в принципе. И этот матч-ап у меня хороший. Скорость перемещения для ТЦ... Да, я сыграл с Граби недавно, и... Таурен сейчас очень быстрый. С дриадами я не смог его окружить. Но прикопка еще стала лучше. Мы видели стратегии кипера с дриадами раньше. Но я думаю, что нет талонов, нет силы против орка, потому что Циклон и Фэйрифайр — лучшие заклинания против орка. И талоны лучшие юниты. Угу. Угу. А, это первый фа, в который вы играли с широкоформатными скринами? Помогало это? Для меня это очень удобно. Не нужно лишних движений и мышки делать. Ты видишь значительно больше. И это очень помогает. Извините, я, может, пропустил вопрос, но тем не менее... Да. Ты рейнджерку взял, чтобы тырить драконов? Не. Я пробовал, оно не работает. О, молодец, все знают, видите? Угу, дракон 10 уровня, поэтому ты не можешь. Ну, это было бы очень круто, если бы ты стерил его. Как-то стаффал дракона. Да, ну, с самим шоу я облажался. А, это что, ты можешь рейнджеркой сайллс накинуться, потом старфол юзнуть. Ну, это был просто фан. Ну, это был просто фан сайлл, да. Так. Сейчас будет второй полуфинал оудскулов, легенд. Хавка широкий, смотрите, как... Адидас. Удачи, 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 удачи. Так. Скриньте, Хавка отпишется в чате в течение двух минут. Все, пошел. Скриньте, просто скриньте. Делаю чуть потише. Ну, хорошо. Мэтт Фрок и Граби. Нас ждет следующий матч. Ну, это будет... Вообще, Мэтт Фрок, он легенда, реально, вот без преувеличения. Наверное, самым нелегендарным из этой четверки, Граби, Инсомния, Тейкер и Мэтт Фрок, является, наверное, все-таки Тейкер. Вот. Но Мэтт Фрок, это прям легенда-легенда. Я помню, играли с ним, и он очень удивлял этой стратегии, особенно на карте, на картах типа Гнол Вуда, там просто нереально было с ним что-то сделать из-за наличия Фонтана. Бесконечный Харас. Близзы выпустили патч, который увеличил количество здоровья у Арчей с 240 до 245, для того, чтобы их с одного Койла не убивал ДК. Вот настолько он там ушатывал просто, представляете? Ну и, конечно же, это было очень много. Два Склепа, Гарги, на Т2, Соло-герой и Бесконечный Харас. Много раз против него попадался в Батланете. Не, на самом деле, с Мэтт Фрогом попадались совсем немного. Помню, были победы, но чаще я ему проигрую. Поэтому... Но Хавк, конечно, порадовал прошлой игре. One Punch Man. Прикольно. Блин, Хавк что-то слоу-почет, а? Все, он не успел отписаться в двухлимитный промежуток, двухминутный промежуток времени. Да, я понимаю, две минуты прошло. Хавк напишет. Где Хавк? Алло. Алло. Отвлекли корейцы Хошка. Удаляйте скрин. Да-да-да, удаляйте скрин, ребят. Сделали скрин, теперь удаляйте. Так, Граби на ваших экранах. Хавк с телефоном. Ну, что-то он слоу-почет. Он стоит с телефоном. Что ты там делаешь? Вот. Есть! Есть смайлик. Смайлик, Кошка, отлично. Блин, я хочу чатик вывести на экран для истории. Захват экран. Сейчас подрежу. Маленький будет чатик, он даже незаметный будет. Просто вы же часть этого всего процесса. Мэтт Куфрок. Смотрите на ваших экранах. Шведский андет. Прокрути, покажи, что Хавк поставил. Не, не могу. Он поставил смайлик этих акул. Две акулы, которые занимаются... Ну, в общем, смайлик с Доу Ю Ти Ви. Может, его фирменный. Такой, типа, Оуныч. Ну, красиво, красиво. Хавк, конечно, очень достойно отыграл. Я в истории, говорит, Максич. Да, зафиксированный. Мы самая важная часть стрима. Ничто без зрителей, говорит, Антракс. Согласен. Согласен. Приятно видеть, что такое большое количество зрителей. Правда, я не знаю, сколько сейчас нас. Но в чатике только 1365 человек. Видимо, там еще на Ютубе, на Твиче кто-то есть. Поздравляет Хавка людям. Нас ждет матч Best of Three. Да, то есть до двух побед. Первый мы посмотрели Insomniac Taker. Если пропустились, полерить не буду. Два каупырей. Сейчас два часа ночи, причем еще. А завтра, напомню, друзья, у нас же рабочий день. Классно. Надо было раньше часик выездить, потому что Хавк там отжигал. Да и вы тоже. Начальство поймет. Ну, не знаю. Кстати, кстати, этот же ивент, он для чего был сделан Близзами, до сих пор непонятно. То есть, для чего привлекать столько внимания? Они не делали патчи, они не делали ивентов. Много-много лет. Варкрафт держался на Азии, на Китае, на Южной Корее. И тут Близзы решили, к чему? Что это? Это выход нового патча. Это выход ремастерд-версии. Это... Граби в камеру машина. Это что-то еще. Что это? Понятное дело, что пиарить так просто и делать ивенты без планов на будущее, это странно. Поэтому был выпущен патч, адаптированная игра, вайт-скрин. Они что-то обкатывают, они что-то хотят, они хотят привлечь наше внимание. И, возможно, какой-то анонс будет сделан на этом мероприятии. Поэтому... Интрига. Это типа, мы могем, восхваляйте нас. Это самая глупая вещь, которую можно только придумать, компании, которые... Чатик подними. Ооооооо. Все, вот давайте так чатик сделаем, чтобы Мэтт Фрога не перекрывал. А то у него там прям на лице все ваше творчество. Он на это точно не подписывался, чтобы у него такое было на лице. Так, Блэйдмастер. Мы помним, что Блэйдмастера подрезали, теперь бешеных критов не будет, то есть критикал страйки остались с таким же множителем, но на урон не распространяются дополнительные характеристики, ну то есть дополнительные статы от предметов, когтей, там всяких атрибутов и прочее. Только то, что есть у героя в базовом уроне, который он получает за уровни 26, 46, что-то в этом роде, каждый уровень растет где-то плюс 2, плюс 2 приблизительно. Этот урон множится от крита, а от предметов, насколько я понимаю, он просто плюсуется, то есть крит не множит дополнительный урон, если я правильно понял. Да, охрана кота, тут без доната, потому что вначале ворвались очень серьезные люди, но я прочитал твой донат на 2К и по поводу Paypal и слышал. О, сейчас хорошая фишечка, выманивает, смотрите, Голема и запирает Голема. Красиво. Да, но он мог не успеть, кстати. Красиво, красиво. Соби маска, не так плохо. Не множит от кода и когтей, но множит от тагилы. Ага. То есть носочки, серклетки будут работать. Окей. Сокол говорит, agility плюс x работает. Ну, то есть понятно, чистый урон не учитывается, только от статов. Подскажи, следующая катка 4 на 4, корейцы против Европы. Я даже не знаю, какая будет следующая катка. То есть я знаю, что сегодня 4 матча нас ждет. Приблизительно каждый матч начинается. Один в 12, другой в час. Вот третий начался в 2 часа. Третий в 3. И вроде как сегодня 2 полуфинала, продолжение завтра. Но что-то будет после этого еще матча. Наверняка в часике подскажет. После вот моих таких вот сомнений, вы сможете правильный вариант прочитать. В часе. Сегодня говорит олдскул. Завтра корейцы наш. Угу. Так. Второй левел. Да, тут очень сложные, сложные крипы. Очень сложные крипы. Ох. Да. Там полностью... О, хорошо. Евэйджин попался и мисс, мисс, мисс. Отлично. Он, кстати, мог эти 40 хп с 3 ударов-то потерять. Потому что у Огра, кажется, урон порядка 13-14. И... Не, не потерял бы. Плюс там армор еще. Короче, Матфрог уже идет там с финдами. Так довольно шустренько идет в атаку. Не, он просто... Просто крепится. Довольно агрессивно, на мой взгляд, крепится. Начинают с оранжевой точки, которые типа орковская. Но, на самом деле, мне кажется, у Граби вообще все шансы на победу над Фрогом. Я не видел, чтобы Матфрог, в принципе... Да, хорошо, кое он добивает. Все неплохо. Нет, Граби-то периодически играл в Аркрат. И... В конце концов, Матфрог закончил играть значительно раньше, чем Граби. То есть Граби еще после этого ВЦГ выигрывал. Там много-много-много-много лет еще играл после того, как Матфрог ушел в инактив. Поэтому я думаю, что Граби просто на разнице в уровне выиграет. Хорошо добивает скелетов. Видно, что у Громби, у Группстера, как его только не называли, очень все хорошо с контролем. Прям очень хорошо с контролем. С их автором-героем бестиарий строится. Все по классике, все очень хорошо. Граби еще периодически стримит Варкрафт. То есть до сих пор более-менее регулярно. Поэтому... Да, вот Граби пишет раз или два в неделю стримит Соло и Атест с Тоддом. Я помню, мы его задавали такой вопрос на интервьюшечке. На Гугеме есть очень хорошее интервью, как с Граби, так и с Тоддом. С мероприятием, где Overwatch презентовали. Достаточно давно было от Близзов. Там прям хорошие вьюшки, рекомендую. В разделе видео посмотрите. Я недавно на них снова наткнулся. Им там года три, наверное, уже сколько там Overwatch уже. Но там прям очень хорошо поговорили. Тодд поругался по-русски. И Граби вспомнил молодость. И как раз общались по поводу стримов по Варкрафту. Старому доброму. Как же все-таки интересно по сравнению с... О, какой прекрасный... Какой прекрасный отмен с Лотерхаусом. Это чуйка, это тайминг, это правильная разведка. Это начало конца. На мой взгляд, Мэтт Фрога подрезает еще одного Финда. В этот момент делает экспант, что не является метой в данный момент. Но по текущей ситуации Граби более чем может себе позволить вот так поставить эксп. Он знает, где противник. Он его удачно харасит. Если сейчас просто Андетт выходит в атаку, он не сможет этот эксп отменить. Он не сможет выиграть орков в чистом поле. Плюс он еще делает грейд на Т3. А орк, как правило, остается на Т2. Вообще по классике, вот старой классике, когда вот в бытности Граби, это был вообще стандарт ставить экспант на этой стадии. Как раз потому что у Андетта Т2 момент достаточно слабый. То есть он вкладывается в Т3, потом пока арба, время уходит, ты его поджимаешь. И Андетт как раз приходит к тому моменту, когда экспант уже доделался. Орк как раз в какой-то момент выходит в 60. В общем, это стандартный для Граби расклад. Он еще, несмотря на гулей, отменяет во второй раз Слоттерхаус, который практически достроился. Буквально секунд 8 не хватило ему до конца. Очень рискованный криппинг еще у Деки. Как бы тут Блэйдмастер не проверил эту точку и не развел. Переводит очень хорошо Граби рабочих с главной базы на экспант. Сэха одновременно с Харасом Блэйдмастера, который все еще трется рядом с Андеттской базой, зачищает лагерь наемников, получает прекрасные артефакты, большой бутылек жизни и... Ой, опасно-опасно! Оп! Какой молодец! И сразу за маска пошла, чтобы Нову не убила. О-о-о-о! Там была мана на Нову, но он не дал даже шанса сделать эту самую Нову. Красиво. Красиво. Все минус ДК. Еще очень сильно отталкивает Мэтт Фрога в развитии. Тут скелет развалился. Я не знаю, успел ли он посмотреть, есть ли база у Граби или нет, но в этом как раз и смысл. Даже на 100% зная, что там база, у тебя просто нет возможности что-либо сейчас не сделать. У тебя нет героя, у тебя нет обсидианки. Ну, просто... Ты потерял еще Финда до этого. В это время Граби четвертый левел сейчас получит Блэйдом. И Сэха недалеко от третьего левела на самом деле. Да, уже третий. Все? Это шикарно. Очень четко играет Король Орков. Очень четко. Просто прекрасно играет. Для инактивного человека очень хорошо играет. Завидую, да. Завидую. Кстати, вот старички, старички. Обратите внимание, правый нижний угол. Вот этот знаменитый открытый рот Граби. Это максимально... Это его фирменная штука. Такое... Ну, это, конечно, не только ему характерно, но у Граби это прям фирма. Это всегда у него полуоткрыт рот. Он полностью погружен в игру. У него все мышцы лица расслаблены. Это еще там в вокале рекомендуют серию упражнений, как раз, чтобы у тебя... Так, вот в такой позиции все было, чтобы не было никаких зажимов. Он настолько внутри, он настолько вот в игре так погружен, что лишним... Это как в детстве. Вот... Помните фотки какие-нибудь детские, что вы там стоите, у родителей все нормально, а вы смотрите куда-то вдали, у вас рот открыт. Вот такая же абсолютно отрешенность, такая же абсолютно погруженность в процесс. Изредка он рот закрывает, но... Но невозможно это контролировать. То есть он прям внутри. Прям внутри. Ну и рушит просто базу Мэтт Фрога. Мэтт Фрогу нужно возвращаться. Падает Алтарю Граби. 70 лимита, шансов просто никаких. 70 против 40. Виверны появляются. Кадо есть. Блэйдмастер со свитком 4-го левела. Такой колоссальный разрыв. И по лимиту, и как бы... Ну вы поняли, это разрыв. Так. Пробил, хорошо. О, там скинули. Короче, тут разуплотнение идет. Есть, конечно, сетка против Виверн, но когда у тебя два финда, это, конечно, гэгэ. Уверенная, уверенная победа. Граби. И дело не в расе, дело не в балансе. Тут, в принципе, на голову он оказался выше Мэтт Фрога. Да, они играют, конечно, на патче 1.29. Мы это видим по хотя бы вайтскрину. Все, игра закончилась, рот закрыт. А помните ностальгия плакатики? Вот эти вот на заднем фоне. Варкрафт, там уже было 4 разные обложки под каждую из раз. Помните диски Джоула за, сколько там, 499 рублей или 399 рублей? В Граби даже прическа не изменилась. Да он, в принципе, не скажет, что прошло 15 лет. Ему-то уже тоже за тридцатник. А выглядит он, в общем-то, как будто вот брал в ОЦГ 12 лет назад. А, 150 рублей, 150, 150 точно. Мне мама покупала за 150 каждый диск. 150 рублей, да. Это Близзардам надо сказать спасибо за то, что они для России сделали Джоула. Конечно, это многие обузили, закупали, потому что не было разницы между... Ну, это все равно была европейская версия, европейские сервера. 32 ему года. 32 года. 15 лет ему, говорит, Мэш. Тебе 15 лет. Молодой, Мэш там еще. Это вот, это PUBG, PUBG, там... Новые поколения, это молодые. Группстер, да, группстер старый. Мы с вами тоже старые. Многие из нас. Ну как, сравнительно. Да, 5 баксов стоил диск. Точно, блин, 5 баксов, так же, это даже доллар был 30 рублей. Слушайте, хорошие были времена. Хорошие были времена. Хавк-то опять ворвался в чат. Подождите, я посмотрю. Хавк просто врывается, смайлики ставит. А, май 11-86 год. 31 год, ему говорят. Я настолько старый, что помню, когда и контракт уже стоил, и с тем, только появился. Грабстер, нифига себе. Я не знал, что немцы тоже грабстера по-разному называют. Грабстер, это же чисто наше, я думал, изобретение. Грабстер, громби. Он еще сейчас по-русски скажет, грубый. Грубый. Не-не-не, грабстер. Тартл-рок. Наверняка многие из вас тоже помнят эту карту, даже если не заходили на трансляцию очень давно, и в Warcraft не запускали тоже много-много лет Тартл-рок. Карта, которая появилась, вы помните, в начале, в самом ТФТ, насколько я помню. То есть она уже была с самого старта. Ее много раз перебалансили, помню, самая дикая вещь, которая здесь была, это то, что из черепах, которые по центру выпадала руна лечения, которая сейчас выпадает из красных точек. Представляете, какой экшен разворачивался в центре карты, когда, ну, ты просто на халяву крепишь и получаешь тут же лечение. Тут были дикие стратегии за эльфов, чтобы... О, я не доконтролил Мэтфрог. Ну, это тоже такие мелочи, которые выдают. Слушай, мне кажется, что текстуры подправили. У Огров же не было, у обычных Огров 13-14 урона сереньких, у них на плечах не было таких коричневых штук. Или у меня уже глючит. Кажется, не было. Может, они реальные текстуры еще подобновили. В остальном я отличия не видел, но второй раз я уже на Огров этих обращаю внимание. Кажется, они были чисто такими... Блекло-желтыми. Были, говорит, Гелф, но тут сразу ему говорят, не было, 100% не было. Сокол тоже, говорит, плюс. Поправили. Ну, мы же тоже знаем крипов как родных, просто, понимаете? Просто как родных. Нам эти Огры, Бамбры, снились мы там, эти маршруты криппинга строили оптимальные. Крипджеки делали, смотрели, сколько там у него ХП, как его там добивать, когда кидать даггеры, койлы и прочее. Мы любили этих Огров. А по-другому нельзя было в игру играть это без внимания. Без внимания и любви. И у троллей, кажется, и Рокес темнее, краснее стал. Да. Очень экстремально крепится, еле-еле выживают две Гулли. Ну, сейчас со скелетом он справится. Ну, у Граби все хорошо. Он взял Форсира. На карте Тротул Рок Форсир очень хорош, потому что черепашки очень быстро... Да и для Хараса карты удобные тоже. Да и я думаю, что Граби после первой катки понял, что может себе позволить взять и ФС. У волков, вы видите, 250 здоровья, а не 200. вызвал новых волков. Не угадал, к сожалению. А, может быть, он и не хотел угадать. Он пошел крипить дальше. Выбивает артефакты плюс 3 к разным вещам. Сила, интеллект. Да, у Мэтт Фрога очень большие проблемы связаны с этими гулями. Потому что у него просто нет леса. Там уже давно Грейт на Т2 пошел, третий, третий логово. Тут Т1 просто, что за билд такой. Что за билд такой. Ну, правда, он встречает форсиры, неплохо ему навешивает. Треть хп, как Кайлом снило. Можно, кстати, и Койл кинуть. А, нет, там маны неполные. Лучше не тратить. А представь в Варкрафт 4 стомает. Да, ну, самые оптимисты и самые безумные допускают, что этот ивент возможно приведет к тому, что будет анонсирован Варкрафт 4. О боже, Варкрафт 4. Но, после второго Старкрафта, мне кажется, Близзард не будут вкладываться в проект именно стратегический, потому что стратегии, они гораздо менее популярны, чем всякие ММО, чем всякие кооперативы, кооперативные шутеры типа Overwatch, и уж тем более менее популярны, чем какие-нибудь казуальные Хардстоуны, которые там на мобильных платформах. У них другая стратегия. Все-таки компания нацелена на получение прибыли, когда твой, твой шедевральную игру, тот же самый третий Варкрафт просто изи, переплевывает какая-нибудь поделка типа PUBG, сырая, багнутая, на старом движке, черт, какая неоптимизированная, но зато многопользовательская, вовремя вышедшая, правильная. Зачем? Зачем делать сложные игры? Надо что-нибудь на телефончике, на планшетике пилить. Стратегии это слишком сложно для массового зрителя, к сожалению. Что, в общем-то, доказали все стратегии. По сути, большинство стратегий шедевральных выпустили Близзы. Первый Старкрафт, второй, третий Варкрафт, второй Старкрафт, как бы, ну, при всей его, там, всех его недостатках, возможно, там, балансы и прочее, все равно, по сравнению с другими стратегиями, выпущенными в это время, ну, во что еще играют? Что еще там стримится? Где, почему еще турниры проходят? Все равно не те цифры, к сожалению. К сожалению, к сожалению. Лучше в дотку катнуть вечером или в танчики какие-то, да? Ладно, что-то в топик пошел. Недостатки Старкрафта 2, ты из 2010 Старкрафт шедевральный. Нет, я понимаю, понимаю. Старкрафт действительно хороший, с удовольствием ием сейчас смотрю, который в Котовице, кажется, проходит. Старик хорош. Безусловно, динамичнее значительно стал после вот того большого обновления. Там, говорит, Ау Ежев до сих пор в 20к на стиме, на стриме, может быть? Ой-ой-ой-ой, что там происходит? Подождите. Тут проблема у нас. Стычка первая идет. Чайник, кстати, я уже говорил, переработан несколько. Он чуть быстрее перескакивает с цели на цель. Волки уже вторые. Волки очень хорошо, конечно, пауков сейчас. И вторые, и третьи же волки тоже покрепче стали. Рейндж... Ой, а там бутылка большая со здоровьем. Понятно, почему так... Поэтому ФС так очень спокойно вытанковывался, что прилетало от деки. Красиво, красиво. Правда, форсирует все равно тяжеловато. Если сейчас пропить бутылек маны, то можно ФС закидать. Да, 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 да. Ну понятно, сейчас еще прилетит и это будет минус ТП. Ну а что... А нет, хотя может сеточка обновится сейчас. Ой, блочит, как прекрасно! Не, уже придется уходить. А выживет. Я не уверен, зачем вообще разменивать инвул, потому что все равно... Нет, Грабби, кажется, просто издевается. О-па-па-па-па! Нет! Пытается Форсир спрятаться, он, кажется, спрятался. Не, не спрятался. Пошел Койл, этот телепорт... Да, стальные... стальные нервы у Грабби. Он вытягивает все Койлы из врага и сейчас делает телепорт. Красиво, красиво. Чайник... А, чайник не быстрее перескакивает, а меньше... А, меньше редьюс урона, меньше уменьшения урона с каждым прыжком. Sorry, sorry, вот этот момент, да, это накосяча. Не, на самом деле второй койл отнимает 140 хп. Все достаточно просто. Ты видишь, сколько у тебя хп, дистанция приличная, койл летит, они моментально урон наносят, как, например, у паладина. Поэтому у тебя есть время посмотреть, сколько, вычесть. Ой, там три героя вообще, Тауриен третьим героем, красиво тоже. Надо сейчас красную точку забрать в правом верхнем углу, уже вполне это по силам сделать. И Мэтт Фрога такая несчастная армия. Это ДК третьего уровня, эти три финда тоже несчастнейшие. У него глаза грустные, все очень плохо. Но зато у него регенерация здоровья просто сумасшедшая. От ауры дается, ну, стандартной героевской, там, регенерация, не знаю, там, пол хита в секунду. Аура дает 0.75, если мне память не изменяет, первого уровня. И два кольца по два хита в секунду. То есть у него там пять с небольшим хп. Реген еще на втором левеле будет полтора, полтора, 2.6 хп будет. Вообще классно. Так, Тауриен почти получает второй левел, но не хватает. Очень важный уровень для ТЦ. Странно, что он пришел именно на эту точку. Но, может быть, хотел отрезать, ну, взять точку поближе к врагу, для того, чтобы, ну, с большей вероятностью не дать врагу прокрепиться. Привет от Хэппи, он не может логин, говорит Хавк. Хавк продолжает держать нас в курсе событий. Спасибо Хавку, спецкору нашему. Жалко, конечно, что Геймус футболку не надел. Хавк, если ты слышишь, не слушай никого, надевай. Надевай футболку, там, под рубашку. Мы ждем, мы ждем твоего появления в... Вот. Передайте, пожалуйста, Хавку, если он не слышит. А то, что это за ограничение? Том оф экспириенс, прекрасно. Второй лич. Но все равно, отставание очень серьезное по уровню у Мэтт Фурога от Граби. Крепится очень хорошо с Шадохандр, с Тауреном. Красную точку они забирают. Выпадает нам у Сахи... Не понял. А, там боевые барабаны орков, кажется, выпали. Хороший, хороший артефакт. Да, арбы еще нет, что странно. Да, и большого Огра-командира, видите, тоже у него текстурка поменялась немножечко. Более темные плечи стали. Вообще странно, что я не встречал информации относительно содержимого патча, именно детального содержимого патча. Неужели никто им покушку не открывал, не смотрели, что там поменялось в новой версии, какие файлы обновили. Это же... это же интересно. Я помню, сам открывал, вытаскивал звуки, вытаскивал музыку, вытаскивал статы. Эдиторы изучали досконально, смотрели там что как. Потому что не все цифры были доступны в... На официальном сайте Battle.net, который, конечно, в тот момент был просто изумительным. Там такая, с одной стороны, статистика, все по героям, по юни, там циферки, сколько прибавляется на каждом левеле, какие там, что, куда. Было бы желание изучать, там, кладезь информации, кладезь. Но часть информации можно было узнать только в... Ой, опасно. Хорошо, хороший нюк. Телепорт собирает артефакт, отличный артефакт, плюс 6 к интеллигенс. Я модельки Арахмага на джайну менял, говорит, братец кролик. Хорошо. Это, видимо, из-за новых цветов для цвета четырех игроков. Цвет нейтралов, видимо, тоже поправили. Понял. Ну, единственный минус у Граби по сравнению с прошлой игрой, это отсутствие экспанда. Можно, конечно, взять из шкатулки быстро нынчику поставить, но... Ну и разница по лимитам не такая серьезная. Тем более, Мэтфрог, видите, что творит. Он копит... Он сидит в 50 лимита и копит... Дредлорд. Дредлорд третьим героем. Кстати, ему... Его тоже очень сильно бафнули, усилили. Во-первых, увеличили ему скорость также с 270 до 290. Во-вторых, Кэрриан Суарм, его заклинание, работает теперь на механические цели. То есть можно сдувать вертолеты Альянса, можно сдувать танки. Также переработали слип. Если раньше, если мне память не изменяет, у него было 175-50 по стоимости. Сейчас снизили что-то вроде 75-60-50. Сейчас... Сейчас... Оооо! Могут убить! Могут убить чайники! Выспевают убить Деку! ГГ. Ну, на этом все, да. Пишем ГГ, выходим. Косарик на руках. Все, Декану пенек сел. Должен бы косарь отдать, как говорится. Ну что, Граби в финале. Красиво. Не, Граби будет чемпионом. Так, сегодня нас еще, судя по чату, ждет 4 на 4. И потом Грэнд Финал сегодня легенд. Сегодня еще два матча нас ждет. Прекрасно. 2-2-8 сейчас в Москве. 2 часа 28 минут. Всем еще раз доброй ночи. Впереди еще, повторюсь, два матча. Мы знаем, что в финале уже находятся Инсомния и Граби. Ну и я думаю, что Инсомния по игре вообще даже и близко к Граби не стоит. О, Мэтт Фрок. Давайте послушаем. В 2003-м ты... Worldwide Invitational турнир был. Ты там выиграл на турнире. Великолепные выступления. Как тебе на новом патче играть? Я вообще несравнимый с тем, что было при мне. У меня столько ошибок было, столько ошибок. Я никаких билдов не знаю, поэтому... Учитывая то, сколько тебя в игре не было, можно понять. Ты мне рассказал очень интересное сегодня с утра. А-а-а, вы из-за противостояния даже не разговаривали. Но сейчас мы, да, общаемся. Очень интересно хорошо заговорить снова с Фрогом. Это было очень такое противостояние с уважением. Для меня было только черное и белое. Либо это твой враг, либо это твой друг. Мне кажется, что это из-за... Я думаю, что и у меня такое же впечатление было. Мы были такими мелкими. Да-да-да, это бывает очень сложно. Ты не хочешь ничего отдавать человеку. Не хочешь даже показывать, как твой мозг работает. Какая-то загадка остается, и может ему сложнее будет против себя играть. Класс вообще, такие темы. Каково это было, встречать своих тиммейтов во время турниров? Или вы не разговаривали в тот самый день? Не, это была дружба, конечно. А потом просто игра. Вот это противостояние, которое мы чувствовали, это работало не свойственно к каждому игроку, но причина в том, что я был... Короче, Матфрог уже был знаменит, а я поднимал столько. Да-да-да, тебя это тогда полностью поглощало страстью, ты к игре подходил. Матфрог и талантливый, и много работал. Он еще в Корею раньше у меня пошел. Он и его тиммейны. И дали нам идею туда же поехать. Да-да-да, переместиться на другой уровень, на мировой уровень, на международный. И они это сделали. Класс. Да, интересно, вы впервые поехали в Корею, да-да-да, в Корею. А вы с Химаном остались там на более долгий срок. Что тобой двигало? Почему ты решил остаться? Я хотел сделать что-то большее, что большое. Когда я играл на WWE, после того, я практически закончил. Окей. Типа, вот это как раз цели он этой добился, которой хотел. Да, вот это вот одна победа, и он... Да, практически. Когда у тебя есть мечта, и ты идешь за ней, ты ее достигаешь. Наступает пустота. У меня была... Я не мог играть после этого. С таким же увлечением, с таким же драйвом. Практически каждый после выигрыша турнира есть какое-то чувство отсутствия нечего. С одной стороны, напряжения нет, но и мечта уходит. У некоторых это чувство возвращается через день, то есть ты чувствуешь, что можешь сражаться дальше. И люди все очень разные. Кто-то после этого ничего не может делать. После турнира ты ничего не можешь делать, потому что все отдал ради этого турнира. Очень сложно это описать. Как мотивацию снова вернуть после выигрыша турнира? Задача выполнена, что дальше? Очень хороший вопрос, потому что в конце концов все идет из какого-то эмоционального места внутри тебя, и ты пытаешься понять, а ты... в каком-то смысле ты просто пытаешься тебе что-то доказать. Класс. Класс. Опять, ну, то есть вопрос там, нужно ли тебе после этого кому-то что-то еще доказывать или нет? Ну, или ты задаешься вопросом, а что тебе в жизни кроме этого нужно достичь? Блин, вот взрослые люди сидят. Молодцы. Чем ты занимаешься вне игры? О, у него сын полтора года, и он все время занимает. Я и работаю. И, да, я с моей семьей. Я у тебя с девушкой, и у меня с дочерью. И, да, я с женой все время посвящаю. Как приятно их видеть и слышать. Такие интересные мысли, которые... которые можно понять. Которые можно понять. Мэш вбрасывает опять, как же он уныло говорит. Просто ничего не понимаешь, ну, бас. Да, это классно, конечно, классно. Да, друзья, сори, если я там напереводил что-то не то. Местами заслушивался просто. И не говорил сам. Да, 4 на 4 следующий матч будет. Корея против Европы. Клан Вар будет завтра. Какие мы старые, говорит Сокол. Да. Да. По переводу все равно. Отлично. Текстуры не изменили, только цвет нейтралов поменялся. Понятно. Изи для Хэппи говорит. Когда переводишь, погромче говори, пожалуйста, голоса сливаются. Окей. Хорошо. Сделал чуть потише. Кореец тоже старенькие места. Кто-то смотрит сейчас. Есть много людей, которые часто играли в Warcraft 3. Они приходят домой, чтобы увидеть, что все хайпы есть. И 4v4 может быть просто матчап, где есть более правильный игрок. Потому что многие люди имеют тысячи игроков, и 4v4 под их руководством. 1v1 может быть немного мягким или тяжелым для них. Но когда это касается 4v4, просто спросите кого-то, и они будут какие-то хранилищные стратегии. Или Шэлла Тараш, или Маску Миро. Меня рассказывают про то, что... Ну да, есть самые психованные стратегии в 4v4. Спроси там любого, кто когда-либо играл в StarCraft, любой расскажет там имбо-страту, которым... Проджект продержал канал на СМС-рубле, говорит смайкер, привет, спасибо за этот праздник в Warcraft. Для меня это тоже праздник, я правда не знал, что меня конкретно ждет. И еще есть интрига впереди, потому что мало того, что у нас матчи еще много. Сегодня два матча, завтра еще, кажется, позже все закончится, потому что завтра будет еще плюс один матч, то есть плюс еще час. В любом случае, если вам там нужно идти спать, я пойму, потому что скоро будет 3 часа ночи, и... О, Кассандру там. Помню, помню Кассандру. А, завтра они пораньше стартуют, они в 10 часов завтра стартуют. В любом случае, записи и трансляции будут, не переживайте, поэтому полно. Можно будет посмотреть, не в прямом эфире. Почему оператор в бронежилете? У него, скорее всего, крепление камеры такое, то есть он мобильный оператор, и у него, скорее всего, холдер там какой-то со стабилизаторами. На жилете значительно удобнее, так сказать, такую технику. Там не просто камера, там еще установочка для стабилизации изображения. Да, Кассандр симпатяшка, конечно, да. Помню, помню. У меня уже 6 часов 37 минут. Майкера, финал Бо-3 или Бо-5? Без понятия, что я знал бы я, какой там еще финал. О, чайок, серьезно? Класс. В общем, сейчас посмотрим на противостояние Кореи и Европы в неформальном неформатном матче 4 на 4. А, нет, подождите. Сначала 4 на 4, а потом финал? Или сначала финал, а потом 4 на 4? Хороший вопрос. Спасибо большое. Классно, друзья, классно. Что там значит? Да, сначала 4 на 4, а потом финал. Окей. Граби и Нсомни будут играть сегодня, в самом конце. Там спорят по поводу ремастера Warcraft 3. На самом деле, для Warcraft действительно ремастер такой, который необходим был для StarCraft, он не нужен, потому что вайтскрин уже сделали с патчем вместе. Игра не выглядит такой уж не современной, как StarCraft. Там-то вообще раритет 97-го года. Хотя разница между ними буквально в 5 лет. И не так уж и много. Я себе чайку тут, с вашего позволения, налью. Я уложил ребенка спать и уехал среди ночи к родителям. Сижу в Warcraft, смотрю с Майкером, как 12 лет назад. Говорит, Аллу Крет. Ой, старички. Я очень рад, конечно, что подтянулись и такие товарищи. Мы тоже спят. Только жена не спит, а дочь тоже спит. Ой, хорошо. Оператор стедикама называется, Максич. Видимо, тот самый оператор стедикама, поэтому... Я от жены на кухню ушел, говорит, овермайнд. Есть желание поиграть? Даже если я захочу, у меня времени, к сожалению, нет. А если у меня времени нет, то я не могу немножко играть. Либо включено, либо выключено. Я очень переживаю, когда проигрываю каждый раз, каждый раз, каждый раз. Да, лучше не начинать, короче говоря. Я прекрасно вообще его понимаю. Прекрасно. Поэтому я, собственно, и прекратил в Соло и Warcraft играть. Потому что это... Это стресс. Начинаешь играть, ты проигрываешь, особенно зная, видя свои ошибки, ты понимаешь, что тебе не хватает практики, ты должен тренироваться больше, для того, чтобы хотя бы успевать делать то, что сам задумал, чтобы руки у тебя не не отставали от мысли, чтобы все было нормально, чтобы ошибки справлялись с каждой новой, новой, новой игрой, все было лучше, лучше и лучше. А если ты там часик-два сыграл, ты только разыгрался через часик. То есть 3-4 игры сыграл, то ты только разогрелся. Какой смысл? Буду тебе хватать. Я в туалете снова, там все спят вокруг Гарль Троберт Кейв, нормально. Красиво. Аркадий 19-85, видимо ему 32 года, или 33 получается. Сижу и смотрю Майкер, как 12 лет назад слушал его аудиозаписи. Очень давно это было, да. Очень давно, друзья. Вернемся через 5 минут, я не буду никуда уходить. Куда же мне уходить-то от вас? Просто завязываю с PUBG, говорит Харкон, начинай играть в Аркад 3, все будет хорошо. Ага, начнется опять. О, можно отлить, говорит Инфинити. Кстати, Роберт Кейву даже уходить никуда не надо, судя по всему. Расскажи, Поганка просит, расскажи для новопришедших, что пропустил в красках с эмоциями. Ну, огромное количество ностальгии. Мы увидели Тейкера, Инсомнию, они играли в первом полуфинале, и, собственно, Инсомния держала победу, с учетом 2-0 и вышел в финал. Потом была красочная игра Free for All, каждый сам за себя, 12 человек, и старички, и легенды, и корейцы современные, и наши товарищи Хэппи, Фогич, Хавк. Хэппи вылетел третьим вслед за Граби и там элементом еще одним. Всех одолел Хавк. В конце он с Фогичем там, причем Хавк там сражался и с Лоули там и от фокуса отбивался. Было классно. Через 18 секунд будет 3-2-2. И после этого мы посмотрели с вами второй полуфинал, в котором принимали участие Мэтт Куфрок, тот самый старичок Мэтт Куфрок. Известный Декой, Соло Декой и Гаргами. И Граби. Граби раскатал Изи. 3-2-2. 2-0. Весьма удачно, даже неудачно, уверенно, просто уверенно раскатал. Сейчас будет такая фановая перебивочка перед финалом, в котором, повторюсь, встретятся Граби и Инсомния. фановой битве сойдутся Корея против Европы в формате 4 на 4. А помнишь, я писал тебе между первой и второй игрой Граби Вейсмун и ВЦГ, что смотрю 5 раз стримы с Флориды. Валей, нет, не помню, но хорошо, что ты помнишь. Хорошо, что ты помнишь. Граби Мун это ВЦГ в Германии? Демазик поддержал канал на сумму 1111 рублей. Сообщает, Миш, аж поплохело, когда напомнили про 2007-2009 года. Их первый Good Game аудиотрансляция PowerCraft в Прога уже тогда не было. Да, это было очень давно. Гравди, выложил фотку из клуба М19. Я вот не помню, как звали этого орка. Хороший орк из Питера. Не помню никнейм. А это фотка это РД. Не помню, в каком клубе. Но это клубная тема. Это старые фотографии из из да. очень давно это было. Инсом не тот инсом не поддержал на 100 рублей. Михаил Бистролинга, скажите, почему нет Китая? Дело скрипка, иди к черту. Дело в деньгах, там же огромная фан-база, варик. Не знаю. Я не знаю, как бы, вы спрашиваете меня, как будто я организатор. я не организатор, ничего не знаю. Роб, нет, не Роб, Роб, Роб по-другому. Роб вообще это был не такой знаменитый товарищ. А, у них, скорее всего, проблемы с визами в США, да, это же с Пипсом общаешься сейчас? Нет, 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 мы не общаемся. Он есть в Скайпе, не помню, когда последнее сообщение было от него. Соник, Локдак? Нет, Локдак покрупнее был. Гост, нет, нет, нет. Какого мы называли из Москвы, который еще очень сильно ругался? Не знаю, Караваджо, Хулиган, хотя Хулиган вроде не из Москвы. Мэл Стром пришел, Сторм точнее. Ну, здрасте, проблемы с визами, вон дотеры 20 штук летают. Ну, вот эта версия, я не знаю, вам дотерам виднее. Кстати, очень приятно, что дотер респектуют программе для запуска доты, помнят, откуда ноги растут. Да, Волгоград, хулиган. Правильно. О! Мы вернулись, леди и джентльмены. А, не в штабе Близзард. Я только сейчас услышал эту тему. Точно будет какой-то анонс. Кто там пришел? Хэппи, что ли? Император? Мистер Геракап, да точно император. Я чувствую, там Акалиты склонились перед величием великого. Хеллоу, ой, слушаем. Как тебе здесь, в штабе Близзард? Вообще круто. Вообще, что у тебя конкретно хочется ждать? Был здесь на Близзарконе до этого? Видел? Не, я не был до этого. Классно, что они здесь собрали. Всех вместе. Лин тоже пришел. Хэппи так отсела торка сразу же. Кританет еще. Так, первый раз вы играете. Да. А, вы играли на турнире 4 на 4. Вы при... Мы не подготовили, но я думаю, что мы справимся. Потому что у нас есть определенный опыт. Ну, по крайней мере, у меня есть определенный опыт. Суллин, ты приготовил какие-то стратегии? А ты приготовил какие-то стратегии? Я не знаю. Мы будем играть 4 на 4? Ооо. Я просто к Хэппи готовился. А может, тебя тиммейты вытащат? У меня очень все плохо с тимплей. Они должны меня тащить. Ты с Кэшем очень много играешь, да? Тебе в команде комфортно играть? Или одному лучше? Ну, я... Я не могу... Я один не могу тащить за двоих. Поэтому мне в соло легче. Поэтому... Да, да, да. Ну, короче, вы все поняли. Это разные виды игры. Лина, тебе больше тоже одному нравится играть, да? Угу. Хорошо. Хэппи так посмотрел, прям в камеру пронзительно. У меня один вопрос. А мы можем расы поменять? Да? Да, в Америке все возможно. Нам нужен андет просто. А андета нет. А теперь мы можем поставить... Ты из андета будешь играть? Они рекомендуют мне. Может, и может. Как ты чувствуешь, как андет? Какая важная важная фигура в 4 на 4? Это ключевая раса в 4 на 4? Я думаю, что андеты лучшее это хуманы. Андеты хороши, потому что... Бесплатный диспал. Бесплатный диспал. И хороший фокус благодаря арбе. Ну, если только ты в пуш какие-нибудь не играешь. Ну, короче, зависит от... Я не очень опытный, короче, с темплеер. Посмотрим, посмотрим, что они приготовят. Он там в финдов играл. Хэппи прям в камеру периодически. Оу! Ой, император! А, мне прям слепит его божественный свет. Оу! Прям сейчас проп... Вы увидели? Короче, перемотайте стрелочками в плеере. Можно перемотать моменты, если вы пропустили. Прям ух! Я зарядил. Я чувствую себя, как бы, благословленным. Снизошло он у меня, снизошло. Я думаю, что я смог бы тоже сейчас финдов поразводить. Класс. 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 Он посмотрел на меня. Да! В этом и фишка. Он посмотрел, как бы, в душу каждого из нас. Как Кашпировский. Или Владимир Владимирович. Он только круче. Это же Дмитрий Костин. Красавчик. Интересно, с чем этот чай. Так, тут уже сменились лица. В 4х4 играл ради удовольствия. Окей. Просто тренировался так, практиц-практиц. В Доту? В Доту? Что? Когда в Доту играли, он был лесовиком. Он крепился хорошо, и микро у него было хорошее. А, понял. Зачем он типа играл? Что юнитов мог контролить? Класс. Да, дотеры же не умеют больше одного юнита контролить. Нормально. Ну, в массе, по крайней мере, чего. А там приходишь, куда ПМ девать? У тебя там 200-250, ты думаешь, блин, куда? Да, куда? Дайте мне больше юнита. Гифку нарезали. Отлично. Отлично, Костел, спасибо. Ой. У меня реально чай заряжает от этой гифки просто. Этот взгляд улучшил политическую обстановку нашего региона. Класс. В турнире 4 на 4, в котором... Ла Лайт, в какой-то команде... Я забыл название команды, но это было Фокс, Репризал, Ла Лайт, и... И они выиграли, да, в конце? Они не выиграли. Они... 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 Да-да-да, они выиграли, да-да-да, они выиграли. Да. Немцы и французы в финале. Немцы, русские. Это другой финал у нас был не так давно. Не будем о нем. К сожалению, я не смог посмотреть финальную игру. Ну, хоккейную, говорит, но... Но, видимо, и не стоит. Да? У нас сплошное разочарование. Ну, с другой стороны, сейчас посмотрим Варкрафт, и будем уже болеть, скорее всего, да, за европейскую сборную. Надеюсь, они... Блин, в какой момент я перестал переводить и начал... Неважно. В общем, ждем, когда начнется матч. Слушайте, если хотите. Тут такой дежурный-дежурная болтовня идет. Нужен смайлик с хопачом? Ну, пожалуйста. Как будет? Все в ваших руках. Вы можете создать канал и загрузить себе смайлики. Хотя нет, кажется, там надо все-таки премиум статус получить. Ммм, ну, хоппи любит, конечно, таки строить рожи. Будет анонс Warcraft Player Unknown Battlegrounds. Прекрасно, прекрасно. Так что мы должны решить быстро на поле. И мы пошли по фоккейному предложению. Это было Sanctuary LV. Окей. Вы знакомы с этим? Не с LV-версией, но мы будем... Там настраивают, я вижу, там камеры заходят в игру. 4&4 есть довольно интересные мапы. Там есть мапа Голомс и Мист, где есть, в основном, free expansion, но это обращается с деревьями. Так что вы должны как-то изменить их, и тогда вы можете изменить их. Конечно, они очень трудно, чтобы оттекать для вашей мапы. Но, если они имеют аэр, то это работает. Но, да. Я был сгибелем, когда кто-то... Спаси их. Сейчас UpTrail напоминает цитату Хавка. Когда его два корейца прессовали. Но этот матч, конечно, стоит посмотреть, если вы пропустили. Прям прекрасный. Ммм. Кстати, скоро начнется уже матч. Меньше трех минут осталось. Опа! И тут подходит Граби. Там с чем-то с кофе, со снэками какими-то. Неплохо. Съел такой. Нарочито. Ровно. На камеру. Ой, Фрост Морн. Скидывает свежую фотографию с часики. И специально просто на камеру Граби ест. Ой, жук. Довольный. Довольный. Троляка. Орки и тролли. Они сотрудничают. Что-то плохое между нами, но он был ужасен за меня, потому что он был так upset when he lost the tournament, но это не было, поэтому когда они приглашали меня и я acceptал, это все, да, они были очень приятные. ИСWC, я думаю, это трепет на поворотшоте или что-то? Да, это было, я не знаю, что ты называешь это, с мультиплыми... Хаб, наверное. Я играл, у нас там высокий уровень героев, и я нажал на нее по ошибке. Я ногой двинул и все, монитор выключился. И пошли. Я не понял, о ком речь, пропустил это, к сожалению. За топ-2 покормили грубого. Почему топ-2? Он может еще топ-1, он сейчас еще будет играть за топ-1 и топ-2. Внешне сказать, что у корейцев такая разная. Ремайнд на ваших экранах. Да, тоже отслужил вебочки. И Лин. Такой стиляга в пальто. Кто-кто? Лин в пальто. Ну, это лицо, если вы следили за сценой Варкрафта. Хотя бы какое-то время вы должны были, блин, застать. Сейчас будут знакомые лица. Вот он Фоджи, Гарри Поттер. Топовый просто эльф. По поиску на Гудгейме Фогги, пожалуйста. Отлично играет, наверное, по форме. Ну, вот они с Хэппи. Хэппи выигрывает чаще Фогги, чем в финалах турнира. Вот он, император. Хэппи. Топ-1 СНГ. Известно еще как. Блин, ну что за оператор-то? Что за оператор? Там Хэппи. О, давай. Хэппи весьма такой специфичный человек. Если вы следили за ним тоже продолжительное время, то знаете его и по интервью самыми разными, и по высказываниям, и по стримам. Хавк уже достаточно давно и инактивный. И вообще непонятно, как откуда взявшийся человек. Элемент. Элемент. Здесь бы смотрелся отлично ход, я считаю. Просто вот отлично бы смотрелся Михаил Новопашин тот же самый. Или Соколик, например. Улыбался бы и рассказывал про холодные истории. А, элемент, эффект, эффект, эффект. Вот я даже не знаю, кто это. Кто такой элемент? Кто такой эффект? Какая разница между ними? Остальных ты как бы не спутаешь. Это турнир легенд или не легенд? Нет, это вообще не легенд. Нет, Дэдман, к сожалению, не может принять участие. Ладно, хорошо. Карта знакомая. Не помню, как она называется, но достаточно часто она встречается в фафашечках. Много шаг, не такая большая, кстати, как предыдущая. Она на... Кажется, она на 10 человек. Вот между... На красных точках, на 12 и на 6 часах тоже могут люди появиться. Да. Пригласили бы лучше местного MTV Визарда Крутейший Америкос. Ну, возможно, кстати, там были темы с приглашением других игроков, но мы же не знаем, кто из них доступен, у кого появилось... у кого желание там приехать. Может быть, он вообще на замене был или там отвалилось несколько более удачных вариантов. К сожалению, инсайда нет. Информации вот такой вот изнутри не располагаем. Поэтому можем только удивиться, почему элемент или эффект или амулет. Я не знаю. В общем... А, я думал, сейчас Арче достанется, но ничего не достанется. Тут все свои. Итак, Европа у нас за красных играет, Корея за синих. Сразу экспанды пойдут. Тут, скорее всего, будет акцент на героях массовиков-затейников Аурных. То есть, Патма, Таурен, Архимаг, Декад, Редлорд. Да, Таурен, первый фокус. Вот это правильно. Патма, Харасит. Хэппи. Ты что, обнаглел? Старичок. Пес. Ты куда пришел? Ты на кого наезжаешь? Совсем попутал вообще. О-о-о! Все! Добегалось! Да, конечно. Думаю, она никого вообще не ушатала. Хотя Кипер пришел. А-а-а! Какой Койл! Император! Император просто решил поддаться. Минус Патма. Так непривычно читать названия, ну, в смысле, вот такие вот сообщения не слева, ну, не в левой части экрана, а ближе как по центру, потому что сдвинул, ну, полос же боковых нет из-за вайтскрина. Тут странные картины, конечно, с деревом, орки, крипят. Да, DC First, это, 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 это отличная, это отличная штука. Да, какой Shockwave? Только, только Aura и Stomp, Aura Stomp. Причем, Aura, скорее всего, будет качаться на не, нечетных уровнях, потому что пользы от нее больше в, для, для, ну, больше для нее, больше пользы. Интересно, какая точка. Самая, наверное, жирная точка, если только центр не брать. Красиво. Амулет of the wind, неплохо. Там же тоже Aura и Stomp, такой мини-тауриан будет. Хавка, прикопали Хавка! Прикопали Хавка, Хавка блочит прекрасно. Не, ну, Хавк-то вообще чемпион FIFA, его так просто не возьмешь. А, была бы у нее старая атака, он не добил бы раба. Верное замечание, у Потмы увеличили скорость атаки. И, возможно, Хэппи Император еще не успел перестроиться. Там, правда, незначительно процентов на 10, но у Хэппич это вообще скилл, там, на кончиках пальцев все до мелочей, до, до, до секунды, понимаете. Поэтому, если какому-то коту вместо скорости 2,2 секунды сделали скорость, там, 2,05, ну, Император мог просто не перестроиться. Конечно, до него должны доносить ключевую информацию, но и соответствующие люди, скорее всего, понесут заслуженное наказание. Но не нам осуждать вообще действия Императора. Понятно? Не нам, не мне, не вам, никому. Поэтому преклонитесь, смиритесь и примите все, чтобы я больше этого не слышал, потому что, ну, это ересь опять начинается, прекращается. Очень битый козел. Калифакс, кстати, его зовут. Я что-то не помню такой жести в русской версии игры. Неплохо сейчас штурмует. Просто орки напали на наш город. Прям по канону. Ой, стоп, сейчас будет! Такой бах! Ну бах! Ну бах! Ну бах! Ну а где? Что это? Забыл как топать? Я не понял. Он мог стампануть двух героев. Старичок, Фокус, ты чего? На Т, да я-то помню, что на Т. Т, В, все нормально. Таймвейв и базу сносят. Ну ясно, у него волна. Ооо, пачноуты не читали... Ооо, окружено! Ну Хавка так просто не окружить. Ну потому что... Там такой косяк просто, не полностью окружил… Ой, вейв сейчас, вейв сейчас можно. Мне нельзя. Стомпу добавили урон. Ну и стомп в ФФА, он вроде как и полезный. И героев дизейблить, и там такое мясо всегда, ну зачем? Телепортируют. Я не понимаю, что происходит, потому что... Эффект... А, это был эффект, это был не Хавк. Инвулл. Можно, кстати, воскресить. Есть свиток реинкарнации. Так. Ну, это европейцы, Давид, да? Европейцы. Наши же европейцы. Нет. Хавк, где твой Архмаг? Так. Ждем сообщения от Хавка в чате. Any minute now. Ну, и тут, конечно, тяжеловато футменами сражаться с хантрессами и футменами. Есть, конечно, дефенс, и можно как-то пожить. Элементарий там помогает, но достаточно быстро фокусят. Ой. Ну, я надеюсь, что пока эти товарищи терпят, эффект, элемент вместе с Хавком. Ну, они втроем. Император нормально развивается, качается и набирает... набирает форму. Хорошо. Господи, появляются такие никнеймы в чате. MLP, это клан Мальпа, если вы помните. Это вообще такое, вообще такие старые люди тоже. Рофлеры. Скилла, конечно, там было немного, но... было от Мальпийского ордена очень много. Мое уважение, мое уважение Мальпии. Господи, как они рофлили, конечно. Там еще... у них повернутый вождь был на голову. Такое же, ёп, РСТ. Если вы помните, о чем... Ох. MLP, да-да-да. Ушатывали этих ребят вообще легко, но... но понтов было очень много. Извините. Там прям Великий Мальпийский орден, там... там такие пафосные речи были о брате, нам кинул вызов, там какой-то клан Васильев. Соберемся с силами во имя Великого Мальпы. Да-да-да. Ладно. Ой, какой контроль, вы видите, с дирижаблем. Это было классно. Сейчас еще один вейв, прям в кучу. Давай-давай-давай-давай-давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Высаживает. Очень хорошо, с орчами и салонами там... откачивает все с... Хе-хе, да, кто-то вспоминает, помню, был в MLP. Да-да-да. Отличный турнир, можно вспомнить столько... столько всяких древних товарищей. В центре происходит какой-то хаос, потому что в нем принимают участие и из разных команд люди, и крипы с двух или даже трех разных точек. Сложно сказать, кто выигрывает, но точно не крипы. Кстати, наверху очень прикольная тема, есть совокупный лимит и совокупное количество бабла и леса. И это, кстати, очень хорошо, потому что неужели они опс-мод запилили нормальный? Это уже в игре, да, в 29-м патче, что можно даже в 2 на 2, в 4 на 4 выводить данные по команде, как в Старике, там еще как-то. ГГ Рэйвен, говорит, был бойцом в MLP. Еще Коу-3, да, полчаса и Коу-3 потянутся. Да-да-да. Там, я уверен, что с проплея старички тоже помнят, смотрят. Да, ВАГ-ТВ, радиостримы, с прогеймером, может, еще кто-то. С турнея, может быть, люди тоже есть. Ой-ой-ой, тут, кстати, опасный момент. Я не знаю, кто за андедов, это хэпич или не хэпич, но телепортируется андед очень вовремя. Опа, фокус тут отжимает Патму. Фоги, че, понял. Ну, зепелин, правда, Арчу пришлось отдать. Ловит сеточку. Кстати, у корейцев плюс одна шахта, то есть на 12 часах стоит и добывает себе шахту. Хотя, с другой стороны, у них нет, например, нычки центральной на 3 часах. Вот, и там даже справа нычка не закреплена. То есть у наших... Ой-ой-ой, какая же, какая же боль-то. Какая же здесь боль. Заставляю телепортироваться, не знаю, кого. Кажется, тяжелая артиллерия в виде хапача. Пришла. Лич впереди. Импейл, шикарнейший. Подтягивается еще то ли эффект, то ли элемент, то ли амулет. Я уж не знаю, кто из них пришел. Ой, какой, какой классный стомп. Минус жук, минус паук, минус... Все. Телепортировался просто и все, ничего особо не потеряли. Ну ладно, зато напугали мы их порядочно. Сейчас бы, да, сейчас бы в контратаку пойти, потому что этот фулборг Урса, Урса Ворьер, вот дотеры, дотеры, вот кто, кто из молодых дотерков сейчас смотрит? Урса. Ваш герой Урса, который Рошана шатает, был взят из какого-то медведя, который даже не в основном составе, понимаете? Просто поймите, насколько ваша игра по остаточному принципу развивалась. Всякие скелетонкинги и скелетиков, которых несчастные, просто увеличили модельку, дали молоток Эмкири, инкарнацию Таурена и все. Вампиризм Дредлорда. Отчасти, я знаю. Вот. Просто смиритесь перед величием сначала Хэпича, а потом Варкрафта Третьего, потому что это царская игра. Ладно, продолжаем. Снесли сверху базу. Кто это у нас? Лоуля, телепорт. Правильно, правильно, бегут корейцы. Хотя тут, слушайте, тут снизу у нас Хавка поджимают. Ну, Хавка чего? Втроем на одного, конечно, они только так и могут. Двоих Хавк еще может насилить, как мы помним по игре в ФФА. Вот. Сейчас наши нападают на... Сейчас две атаки одновременные. Сколько еще на колене стоят, спрашивают Лапидус. Я раньше его называл Лапидусом, но Лапидус вроде это греческое имя, и надо называть Лапидус. Простите, пожалуйста, я не знал, как точно ваш никнейм интерпретировать. Видимо, все-таки... О, телепорт хороший, минус Борусы. Телепортируемся. Сейчас, кажется, будем защищать Кадоев, точнее защищать Хавка. Тут сразу раз, телепорт такой, и в обратку... Кадо... Какого? Кадоя? Маут... Пфу. Да, в общем, вы поняли, что умер Пудж, Абоми Нейшн. Европа давит. 256 лимита. Снесли шахты. Хорошо проатаковали, хорошо защитились. Там, правда, химерки идут. Так. И тот с химерами пытается развести. Ну, химеры, да, химеры это такие. Ой... Давай, койл нова в козла сразу. Пшш-пшш, сразу. Ай, успел убить или не успеть? Да, вторую. А что с подмой? Непонятно. Так, наверху еще шатают базу. Ну, тут, кстати, можно защитить ее. База, причем, свеженькая. Особо не переживаем за нее. Ну, и отдавать тоже не стоит. Лимиты более-менее сравнялись, кстати. Еще не факт, что удастся победить. Тайдхантер, это кто из Варкрафта? Ну, есть такой в Рассе Наг, насколько я помню, чувак с якорем, который бегает и бьет. Этот, со стомпом и со спринтом еще герой, тоже и знак взят. Собственно, Нага, ну, Нага это нейтральный вообще герой. Неважно. Ой, сейчас в подму можно отфокуснуть. Аааа! О, успевает! Так. Ой, телепортируются химеры с иллюзиями. Но можно задиспелить, если император соизволит. Дестройерами подиспелить. Диспелит, кажется, еще один телепорт идет. Ой, там, правда, еще телепортируется. Я не знаю, кто андет какой-то из наших. Слардар это воин, да, Слардар его зовут. Морской великан это не Нага. А, я понял, хорошо. Паладин, к сожалению, отдается, и корейцы отбиваются, будь они неладны. Одновременно с этим еще харасит какой-то, какой-то несчастный... Да, тут двое наших просто. Против одного, то есть там плюс один был. Манки Кинг это кто в Аркадии? Не, Манки Кинг это уже герой новой волны, естественно. Как и всякие там кунки, не знаю. Кто там еще, там уже много всяких. О, хороший вейв. Точно кинул, прям прекрасно. Надо что-то свое в доте. Второе, особенно второе сделать. Правильно? Да, о, тут опять фокус по Патмеву. Опа, Папа, ТП не прожала! А тут можно уже и посражаться, потому что армия-эльфа осталась здесь, и крипы помогают. Как бы... Здесь, во-первых, половина эльфа может остаться. О-о-о-о! Да-да-да-да-да-да! Правда, подтягивается здесь орк, ДК убьют, ДК с ТП, ну надо бы... Нет, надо сейчас уходить. Потому что, да, там двойной стомп и до свидания. И все пошли телепортироваться. Один, второй, хэппи, хавк, нормально ушли. Так, в это время отменили наверху базу. Хотя там, да, там внизу был хавк, а здесь эффект, соответственно. А, адмирал Праудмур был. Кунку тоже из варката взяли. У меня нет слов, просто. Кунки из компании за варк ТФТ. Класс. Да. Эльфам удобнее всего экспанды, конечно, строить в такой ситуации. Самые такие защищенные, защищенные базы. Третий уровень очень нужен Криптлордам. Там такой контроль идет сразу на массу. Масса дестройеров. Ремайду отменяют. Алтарик стати, он не сможет ничего сделать. Патму не воскресить. Патма не успевает, а виспы не помогут. Красиво. От Патмы дамага немного. От нее нужно просто находиться рядом, живой. Просто, чтобы аура работала и все. Опа! А вот это мы не подъедим? Да, нужно осторожить огромное количество химер. Да нет, од... Не успел, не успел, кажется, бить ни одну химеру. Красиво. Красиво. Лучше подумай о том, что из одной панды сделали аж четырех героев. Да. Ну ладно, Пандариан Брюмастер стандартный там с критами раз. Воздушный это, который телепортируется, типа... ... Да? С томп... Ну, с тотемами, да? Тоже, наверное, от панды пошло. А огненный какой? А, огненный это который ДПэйсер там с прыжками. Да, это я уже не застал. Да, просто взяли панду на четыре героя распилие. Это Близзарды придумывают сами, понимаете И в одного героя ради ультимейта сделали трех разных героев с разными обилками, с разными характеристиками Да Но с другой стороны, Близзард так долго забивала болт на все касты Которые общественно сделала, они могли сто раз сделать классную версию той же самой дотки Ладно, не будем Не Близзарды, а Валф, не позорь контору Я про других говорю вообще Так, ну баз детектит, хорошо Ловит молоток Патма И сразу телепортируется Зачем Арчи в такой массе вообще? Они же там от мортир просто умрут очень быстро У Европы пока все очень хорошо По лимиту ведут, главное по составу армии они очень сильно ведут А что там, агриться реально люди? Я просто чатик не читаю Я продолжаю вбрасывать, но не знаю эффекта Ну то есть я догадываюсь, какой может быть эффект на определенную часть аудитории Но это... В этом и цель В этом и цель Хорошо, что достигают цели, отлично Сорян, я тут ошибся Ты еще капсон написал? Ой Там еще кричал прям Бывает Батки пытаются! Очень мало баток долетело Правда сейчас новый, 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 новый Ай-яй-яй-яй Нет, больно, 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 больно Близзард переучился Ой, Близзард сейчас вообще хорошо заходить будет Телепортируется сразу орк Теряет несколько рейдеров Телепорты идут, но юнит за юнитом теряются, подрезаются Надо собраться и уже проутюжить их сколько можно Но химии она летает Ой, тут под инвизом такой козел Вот козел, а Телепорт очень быстро, но минус мейн будет Оооo Оооо Бэй стрейт нужно делать Ё-моё А там же еще такой формат, что если... Нет, подождите, это же не на арене они играют Хэппи останется, пока тиммейты живые То есть можно подконтролить Надо сейчас просто мега агрессивно играть Не давать, вообще не давать им тянуть Потому что, блин Пока химеры там, надо сражаться Ну, понимают прекрасно корейцы Отступают И надо сейчас идти на мейн к врагам Надо идти на мейн Я бы очень много отдал сейчас, чтобы услышать О чем сейчас, как они там переговариваются наши Жалко, что стримчик не посмотреть Ну ладно, посмотрим Там артиры, они все разнесут Очень быстро Пытаются там развести орк Но там уже не тот Ой-ой-ой-ой Питлорд Циклон И Койл влетел на последней секунде Реально Дестройер там Диспейлит огромное количество Я вижу, сколько там Хэппи Маны получаются Там эффекты такие разлетаются Гипсы пролетели Непонятно зачем Их заливают Своим же Близзардом Но 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 лимита у Европы Плюс 80 Сверху химеры пришли Ну а как А что они могут сделать там? Старфол пошел Под эймшой Под эймшой Старфол Я что-то думал, что не работает Нет, Эймвулта точно не работает Аймш работает Черт А я, кажется, в некоторое время жил с мыслью о том, что он работает В смысле сбивается Аймш при касте Ну хорошо 170 на 280 лимита Выносится андэдовская база Красиво Сноси их Ой, Фогич там кликает вообще Тр-тр-тр Было прикольно, если бы там Хэппи так же сидел и кликал У него базы нет, ничего нет Он кликает Хорошо Не дает отступить Отличный Близзард Отличный Сейчас Арчи просто унижают Вы посмотрите, что творят Склевывают все, что там летает Убивают все, что на земле остается Получает левел Ап Правда, справа подходит О, сейчас Архмага будет Оп Был Архмаг и нет Архмага Пятый левел Да Так быстро Не, ну было понятно, что ему сейчас прилетит Ну что, так быстро он Подрезает баток Тут Таурен зажат Здравствуй Выкладывай амулет Выкладывай амулет, иначе убьем Нет Нет, только не амулет Да, у него ульты Ульта есть Ульту, кстати, тоже пофиксили Еще не пофиксили, просто изменили Там вместо 7 секунд или 8 Он через 5 секунд приходит А вот был бы у тебя с Томп, мог бы и уйти, кстати Ну, бас Ну и скорость перемещения у него, повторюсь, повысили с 270 до 290 Ну и с Томп урон повысили тоже Ладно, андедовскую базу Ну, как бы мы тут не завязли Ну, вроде базу ушатываем потихонечку Одну Вторую Козлов мочим Надо мочить козлов, конечно Помним Высасываем ману Пытаемся Там-там-там-там-падаем шои Бегает андед Сложновато Ну, хотя, видите, пробивает Периодически лечит, телепортируется Очень больно лечу Там лечение Молоток Фокус от грифонов Влетает ДПС просто сумасшедший Ну, Хэппич вроде отстроился Я вижу, что у него и шахта работает И мейн есть Ему там частично помог Фогич гиппогрифами отбил Химер в свое время И, кажется, Европа Европа ушатывает Корею Ну, это, конечно, круто Тем более, что в Корее там Практически нет анактивных игроков Ну, черт В Лин Фокус Лоулит Самый неактивный из них Это Ремайн Который Я не помню, какой турнир Я последний смотрел Но там Ремайн Кажется, юбилейный что-то То ли Кого он там Хавка убил Или кого Ну, в общем Убили-убили одну Химеру Но она того не стоила, конечно Если сравнивать С стоимостью базы Естественно, Химера Да с учетом Экспы, которые тебе дают За нее не стоит Ладно В любом случае Защищаем Тихонечку Базы врага Тамчики уже пошли Выкупают Бедолаги Корейцы Героев Таверни Иллюзии Грифонов Троллят Лови Хлоки Койл нова в них Койл Прям унижай Унижай Взрывайся батками Я не удивлюсь Там батки Влетели Хорошо Доброй ночи, повар Всем доброй ночи, друзья Спасибо, что собрались Полчетвертого утра Мы смотрим Warcraft В 2018 году Специальный Специальные события Специальный ивент От компании Blizzard Непонятно, что они еще Расскажут нам Новый патч вышел 1.29 Пригласили старых Матерых Игроков Мэтфрок Граби Инсомни Тейкер О, инвул на козле Смерите 3 секунды О, не подождите Мы что-то медленнее А, он Он двинулся, что ли, сам? Да, он двинулся сам 3 секунды 3 секунды, да Ну и Больше жизни восстанавливает Транквилити Но В два раза больше восстанавливает В два раза меньше действует Это бафка Безусловно Транквилла А Лукарет говорит Чувствует Это лучшие две ночи В 2018 Да ну Патма, Патма Уходи Инвул прожала Пытается уйти Господи Там такая армия Плюс 100 С лишним лимита Свиток Так как Как тут выжить? Сейчас еще один инвул Надо будет пить Где антимагик? Не знаю Большие спросить надо Там еще кони Подключаются А где Где армия-то? Где армия корейцев? Ну это видимо Там где-то козел С химерами Но он не может В лоб сражаться Тут Гипосы Грифоны Дестройеры И они просто Пытаются развести Просто пытаются развести Убивает химеру Раз Минус Снычка Еще разок Два Ну и пришли К фокусу на базу Неплохо Ну пытаются Время тянуть Чтобы как-то Лимит отстроить Но Наш тоже Не лыком шитый Они Не просто Отбиваются Но еще и Контр-атакуют Хорошо Или параллельно Просто атакуют Снова восстанавливает базу Харконом говорит Да тут уже победа Как 15 минут назад Зачем? Зачем ты это говоришь? Тебя посадить там Вместо одного из игроков Глядишь Другая сторона бы выиграла Тут Стараются до последнего Между прочим Блочат Контролят А ты там Зеваешь И Интригу убиваешь Ну бас Харконнан Прекращай Лич с когтями Арбой Нормально Ушатываем сейчас Базу фокуса Все хорошо Все хорошо И Телепорт Телепорт Ушли Все сделали Нормально Убили базу Убили немного продакшена Борусы Посносили Все хорошо Батки есть Но их надо еще Хорошо взорвать Умудрить В гиппосов И не факт Что кстати В грифонов Учитывая то Что там скорее всего И Три брони И Энимал тренинг И паладин Наверное со второй уже аурой И там брони будет здоров Зарваться конечно лучше В гиппосов И потом же гиппосами Доесть грифонов Кажется заряжены Корейцы воевают Но это Ой какая нова Оооооооо Тут они и посыпятся Кажись Надо срочно свиток Там все красное Ребята Ну давайте Свиток вроде прочитали Транквило Пошла Старфол Пошел И И Starfall все еще работает, но это гг. Там по деймшой нечем сбить. До свидания. Меньше 100 лимита, у наших 250. Все прекрасно. Линовский. Там ульта лича, жук падает. И победа. Наших показывают уже... Уже больше показывают людей, чем игру. Хотя там козла убивают опять. Можно посмотрел. И он телепортируется. Говорится, не сдаются. Минус весь лимит, минус ДК. Но козел спасся. У козла там своя вообще война, своя игра. Он сейчас отстроит опять Химер. И да, гг. Фогич довольный. Император. Почесал нос. Улыбается. Это самое главное. Это то, ради чего мы здесь собрались. Улыбка Хепича. Отличное операторское решение. Показать после этого потолок. Ну и мы возвращаемся. Красиво. Ну что ж, остался... А, нет, подождите. Они будут играть Бо-3? Или как? Или... Бо-3. Ё-моё. Ну у нас есть еще как бы полчаса до финала, если по расписанию смотреть. А после этого будет финал. Граби против Инсомнии. Ну, финал турнира. Легенд. А кто четвертый, спрашивает у Ив? Вот. Правильный вопрос. Правильный вопрос. Сидим до пяти утра, да, как в старые добрые времена. Помню эти турниры, блин, китайские. Прекрасные. Лигоподобные. Ты каждые в течение недели... Миш, какие претензии к императору? Почему ты вешаешься с максимальным сарказмом? Что? Как ты посмел даже... Даже помыслить такое? Предупреждение тебе за ересь. А что, завтра будет? А завтра будут более серьезные, насколько я понимаю, игры. Завтра будет уже в формате Клан Уора, игры актуальных корейцев, ну, вот этих корейцев с нашими, то есть вот с текущими товарищами. Муви Гир говорит, каждый день ложись в 6 утра, зачем и на час раньше ложиться. Да. Синда говорит, вот этот нежданчик, что-то вообще происходит. Муйкер стримит ночью ворока в 3. Доброй ночи. Проснулись. Это сон. Да, да, да. Проснулся. Знаете, проснулся. Под рукой ноутбук открывает Good Game. Первый стрим. Варкрафт такой не... Посмотрел на этот, на часы, на дату, 18-й год. Не, нет, фигня какая-то, не может быть. Закрыл и дальше спать. В смысле мейкер. Шейкер, шейкер, да. Миксер. Да, 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 да. Давайте накидывайте, накидывайте. Будди Рокский с Брюсом. Ой, Игорь Андреевич. Мэйл Стором говорит, спасибо, что я смог лечь пораньше. Нет. Ну, тут же, тут же море положительных эмоций. Тут же и хорошие игры, и ностальгия. Сейчас еще кого-нибудь на диванчик пригласят. Интервьюшка будет какая-то. Не зевай, я зеваю, у меня пол девятого утра. Да, простите, это... Это я зря так. Мэйл, вы играли в Ов? Нет. Вообще нет. Так. Ага. Я не понимаю, о чем он. В середине пытаюсь кляниться. Так. Так. Ну, допустим, да, хорошо. Хорошо, хорошо. Талон. Так, хорошо. Передемляется. Масса телепорта, да? О какой-то карте, где нет зепелина, можно отстроиться где-то там на острове. Ну, короче, прохладные стратегии из бронзы, или что у нас там на дне Варкрафта. Кромс говорит, ладно, подниму спать, на работу не прослась, Михаил, спасибо за варик. В любом случае, спасибо за то, что смотрел записи. Если что, будут... Да уже завтра они и будут. Завтра, кстати, второй день этого турнира. И он начнется пораньше, в 10 часов. Хэппи учит Фогги играть в Варкрафт, хотя мы все понимаем, что невозможно дотянуться до этого уровня, но Фогги не сдается, и это, конечно, обнадеживает. Хэппи пытается наладить общий язык с непонятным абсолютно челом. Не удивлюсь, если он даже не знает никнейма его. Возможно, он тоже называет его Амулет, а не... А я не помню, как его звать. Ну, у корейцев появился какой-то человек за спиной, проверяет, так-то один корейец, второй корейец, пересчитывает, я думаю, он их просто... Те, как, знаете, как маленькие дети так смотрят на него незамутненным взглядом, опять пересчитали. Лин тут самый модник, видите? Пальто... Заходит, видимо, мониторит чатик на Гудгейме. Ребята, Лину, давайте переб... Блин, уже опоздали. Окей. Они обсуждают, сколько там калорий, да? Два таких качка. А чего они сидят? Будет продолжение банкета 4 на 4? Да, сказали же, что будет бот-3. Они уже, я верю, зашли в лобби и... И скорость... Я там уже пошел обратный отчет, и карта загружается. Так что в Ангую через 10 секунд уже карту покажут. Чекни YouTube, там, похоже, чаще раз синхронно. Мне уже говорили, но... Локальная запись, если что, загрузим, и все. Все будет хорошо. Либо на Twitch запись будет, какая разница. Угу. За Европу будет болеть. Ну, хорошо. Там, кажется, паузу поставили в игре. Типа... Типа, еще не закончили Back to Warcraft общаться. Чекнинг-донат, там, издичайший раз синхрон. Ну, а что я могу сделать? Делать в Топстар 3 стрим, это значит порезать записи, еще в том числе на Twitch, и не только на YouTube, и на Twitch. Какой смысл? Если у вас какие-то проблемы с YouTube, идите, смотрите на Good Game, или смотрите, идите на Twitch. Есть пара еще сервисов, где можно посмотреть. Вообще, по-хорошему, надо на Good Game смотреть. В Warcraft. Ну так, если уж технически это возможно, то смотрите у нас. Так, хорошо, да, Хавк прям собран, собран. А Римайт вообще как будто он без наушников сидит, не понимает, он ту игру запустил или не ту. Потерянный какой-то, он вообще полудремлет, кажется. Ладно, неважно. Так, амулет красава. Да, амулет тут очень хорошо играет, амулет. А это фокус? Да, это фокус. Ага. Это бабушка фокус, я понял. Фокус не вывозит. Лауэлта фокус. Ребята, что это, фокус был? Просто я... Таурен первым героем, отлично. Кипер от Лауэлита, все понятно. Козлить будем продолжать. Потма, да-да-да, тут изменений не намечается. И Элин играет за андэдов. Архмак, архмак. Потма у Фоги. И, конечно же, конечно же, Дикей у Хэппича. Так, ну, я надеюсь, что элемент отыграет лучше в этой катке, чем в прошлой. Карта, кажется, даже поменьше, чем предыдущая. Ну, хотя они по размеру, по площади, может быть, и одинаковые, но, как бы, та вытянутая была. И, типа, побольше по количеству... Не знаю, как это сказать. Ну, короче, эта карта, кажется, мне поменьше. Еще углы отрезаются. Благополучно. В центре, кажется, два фонтана рядом находятся. И очень классные жирные красные точки. И стоит только укрепиться на центре, рядом с фонтанами. Там нереально просто сражаться. Там один фонтан маны, другой фонтан жизни. И это... Сумасшедшее, конечно. Будет преимущество у тех, кто... Да, опять амулета. Господи, сколько можно отдаваться? Он теряет футмена на козле. Пытается добить. Но не добивает, потому что это же амулет. Увы. Таверные фонтан маны говорят. Угу, хорошо. Вы думаете, что это амулет с эффектом элемента? Не, мне кажется, это просто амулет. Ну, не вывозят. Ну, видно, что самая слабая звена. Хотелось бы ему сказать прощайте, но... Лучше играть вчетвером, чем втроем. А кто такой элемент? Легенд какой-то? Нет? Это вроде как инфакулти. Товарищ. Откуда-то. Для баланса, говорит, взяли. Ладно, не важно. Ладно, мы болеем за наших. Видим, что император уже прилично так прокачался. У него два с половиной уровень. Швед из инфакулти. Вот я не знаю, зачем вообще Таурен берет вейв в такой ситуации. Ну, это реально. В массе в любом случае выгоднее стомп. Даже если там, ну, там, понятное дело, воздух. Какой Таурен шустрый. Посмотрите, с первой ауры он бегает. Он просто грантам проходу не дает. Он всех подрезает. Очень шустрый. А хэпич-то уже давит. ЛС. О-о-о-о. Император давит. О-о-о. Патма еще подблочила, подблочила. Но, к сожалению, император занялся убийством. Как же, как же терпит Таурен? Как же он терпит? Окружать хантресс? А, там просветка есть. Ну, и минус Таурен. Да. Ну, здесь, правда, хавка пинчат. Хавку надо телепортироваться. Да, и императору приходится отвлекаться для того, чтобы прикрыть менее расторопных членов своей команды. Вот играли бы один на один, хэпич уже бы шатнул, блин. Амулета пытаются окружить, у него архмага прикапывает. Ну, это минус телепорт. Хорошая ловесная иллюзия. Ну, хэппи давит просто. Хэппи давит авторитетом, скиллом, некой аурой необъяснимой. Блочит прекрасно, подрезает замечательно. Хорош. И там на тебе еще, Койл. Ну, это царь, просто царь, понимаете? Хэппи даже не играет сейчас мега активно, просто стримя, он шатает. О, аааа. Оу. Лайтинг чильдо. Панду окружили и убили. Видимо, прикопка коты. Копач играет в день больше фоги такта. Кто-то у нас сталкером заделался, да, Овермайнд? Следишь за императором? Понимаю, понимаю. Лучше так. Потому что когда вызовут, эти знания могут тебе пригодиться. Завоевать благосклонность. Сейчас намечается серьезное, серьезное сражение. Я вижу, заряжен император делает еще трех финдов. Поджимает сейчас. О, двойной ТП. И? И? О, на голову падают коты! Это дождь из котов. Аллилуйя. It's raining cat. Да, да. Есть даже песня такая, вспомнил. Очень хорошо сейчас разуплотняет. Император перегруппировается. Виспы идут в атаку. Надо козла диспелить. Диспелят козла. У козла маны сейчас не останется вообще. Почему-то недодиспелили. Что у нас там? Одинаковый лимит, да, говорят? 150 на 150. Перегруппировывается. Хэппи контролит. Как царь. Почему как? Продолжает отступать. Фокусит. Прекрасно. Героя. Главное не подставить. Потму. Потме очень плохо. Отличный... Отличный... Отличный колос. Спасает финда. Перегруппировается. Фокусит котов своих. Ой, отступать, конечно, тяжеловато. Но у наших вроде как даже лимита больше. Но где этот лимит? Мне кажется, что это амулет опять накосячил. У меня такое ощущение есть. Кто-то тут слакает. Это вот как в пати в Диабло. Кто-то вот чувствует, что дамаги не хватает. Кто-то... Кто-то точно косячит. Но кто? Но кто кроме амулета в конце концов? Поэтому... Император, конечно, тащит. Он... Он докайтил до своей базы. Заставляет котов отступить. Коты там красные, прекрасные. Перегруппироваются. Да, Хэппи тут играет просто один против семерых. Ему надо и как-то с четырьмя врагами справиться. И еще союзников подпинывать, троих оставшихся. Тяжело. Там, правда, Т3 уже и скоро будут мортиры с каркетчью. Не, ну троллинг затянулся, говорит, Диамет. Слушай, зайди на тему на форуме. Вот когда ты ее прочитаешь от начала до конца про Хэппи Топ-1 СНГ, тогда можем... Троллинг и речи. Это... Это мем. Будем помнить. Красную точку, кстати, очень классно сейчас забирает корейцы. Прям очень хорошо. Когти плюс 12. Да. Да. Вот это очень хорошо. Это очень хорошо. И странно, что наши товарищи в принципе в центре даже не попытались еще прокрепить. Сейчас корейцы заберут 4 точки в центре. И это будет очень сильное подспорье. Ну да, типа они выиграли сражение. Те разбежались кто куда. И можно собрать сейчас по центру. Но это... Пайп. Да. Это лучший артефакт, конечно. Аура Архмага. Причем не первая, не вторая, а полуторная где-то по эффекту. Очень хорошая аура. Ну она первого уровня, но старая школа. До фикса. Ну что, пробуют фокусы. А там сзади подходят. Ой, а может фокуснуть просто? Слушайте. Если там нет... Сейчас просто в бургер тыкаешь и все. Да. Давай, 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 давай. ТП. Не, не хотят. Слишком много. Нет, не, не, нет. Нельзя, нельзя было добивать ее. Да потому что там... Да хотят мортирки уже. Можно разводить. А у них есть вообще... Пошел сейчас, пошел сейчас убивать. Слушайте, может реально... Там нет ТП. Ой. Сейчас Хавк убьет. Убьет. Господи, это такой лимит. Но на самом деле мортиры с картинчью котов разоплотнят. Сейчас надо просто грамотно... Убил, убил, сейчас базу убил. Телепортируется раз. Аккуратно, аккуратно. Нельзя лезть дальше. Нельзя лезть вперед. Они сами должны лезть. Они сами должны лезть. Они сейчас развернуться будут и... Нет? Нет. Нет. Красиво. Но там же эльфа нет. И главное, экспандов нет. То есть они сейчас играют 4 в 3. Ну и у эльфа перспектив на развитие довольно... Но их мало. Так, тут... Тут... Лин на Хэппича нападает. Эй... Надеюсь, там Хэппич отковыряется. Там масс просто грантов, масс котов. Лимит крайне некачественный, но... Но здесь проблемы, да. Да нет у него, видимо, ТП. И он возвращается. Возвращается. Пробует отстрелить дестройеров. Перегруппировывается Лин. Не знаю, хватит ли Хэппи Тод Армии для... Да его меньше просто. Какое? Вином Дэд Миррор. Там плюс 2 дистра. И Император окружает Лича. Фокусит просто. Блин. Черт, фор. Да, да, да. Приходит Фоги на помощь Императору. Телепортируется. А если он может попробовать Лича ушатать? Не, нет, не хватает урона. В этот же самый момент тут на базе у Фоги... Ах, тут происходит... Таурен с... С грантами. Здесь котов миллион от двух эльфов. Просто в масс корейцы играют. Просто в масс. Но мортиры же это все разнесут. Если, конечно, будет нормальное сражение. Да, просто коты не сражаются в лоб с мортирами. У них мобильность позволяет им выбирать. А их можно заставить сражаться, только если вот прийти и ультимативно вместе там ушатывать уже базы. И то не факт, что полезут коты сражаться. Меня Хэппи беспокоит. На него снова лезет Лин. Сможет ли Император справиться без помощи? Здесь Амулет сражается с двумя котами. Минты как раз тут не защитятся. Нужны... Нельзя, нельзя, нельзя ментов отдавать. Амулет, ты чего? Брейкеры, кастеры против котов. Ну, класс, придумал. Ну, Амулет отдается. Лучше под вышками стоял. Нет, телепорта нет. Ну, сейчас под вышками, может, реально удастся от... Да, там, светок лечения еще. И Панда падает. Амулет, Амулет. И Бороу, он свою ферму бьет. Ой. Засланный казачок, короче, вот этот вот из... Из... Инфеклти. Команда-то не самая топовая, блин. И человек какой-то странный. Он элемент не путает. Ой, извините, извините. Генни Клаев, 100 рублей, Миша, спасибо за хорошее настроение. Да это Варкрафт, спасибо, я-то тут че. Вспоминаю. Европа с каминг-бэнк. Ну, хотя... Хотя Амулет, ой, эффект... Тьфу, отбился опять. Чем дальше, тем нашим должно быть проще, потому что... Извините меня, Т3, а там одни коты. До сих пор не отстроена база у эльфа. Посмотрите, на мейне-то ничего нет. Как там снесли эту базу, так все. И сейчас Император с новыми силами с... Тут надо валить. Тут надо валить хавку. Ну, сейчас мортиры давай еще поддаем. Император ушатывает борусы. Одно, второе. Коты прикрывают, минус лавка. Просветка превентивная. Все норы, мы... Почти все норы. Одну нору оставили. Чуть-чуть не досчитал, не добил. И тут отбиваются. Красиво. Подрезают финда. Можно даже леча попробовать подрезать. Какая скорость сумасшедшая. Минус финд. Там идет атака на хэпичи. Телепортов не напасешься на это. Безобразие. О, атака Орды. Гранты без грейдов. Главное, у них берсерки есть. Своим Близзардом там заливает. Хилен Вард. Зачем атаковать эту базу? Тут ничего же нет. Отбились там от фокуса, интересно, или нет? А, слушайте, отсюда может не уйдут... А, нет, здесь есть телепорт. Коня телепортируют. Прекрасно хавк работает. Креплорда, кстати, можно попробовать нюкануть, если... Нет, не получится. А! Ну что, фоги тоже продают, получается, да? Да, тут пятая Патма. Третья Аура. И наши идут в бейстрейд. Надо попросить уважаемых любителей построить вышки. Там два альянса у нас на юге, чтобы они начали тауриться срочно. Срочно. Телепорт идет? Да ладно, будет отбиваться? Что? Серьезно? Орки. Орки в городе. Сверху андет. Еще один ТП. Пытаются ушатать... Ой, вне позиции кака. Ой, Патма там получает. Патма сейчас умрет. Третья. Свиток очень хороший. Там хилин вейв, правда. Ой, вернулся от вейва. Блин, нужно в позицию встать тут, конечно. Ой, таурен, 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 дурачок. Таурен. Вот это ошибка, конечно. Патму не отдавай, Патму не отдавай. Алло. Ой, как хорошо мортирки начали. Неужели вытащат наши... Ой, какой Близзард, какой Близзард. Какая позиция. Вот это позиция. Вот это прекрасно. Импейл, Близзард. Красота. Сверху, правда, там андет убивает Маутен Кинга какого-то там уровня. Козел, я вижу, живой. Патма битая, кажется, корица. И убивает Архмага. Опять перегруппироваться надо, ребята. Там окружают жука. Хэппи, он... Он умирает. Патма почти шестого левела. Шестого левела Патма. Маны нет, к сожалению, для... Для Старфола. Да, и тут корейцев, конечно, побольше. И... И назад, что? 128-127. Такая близкая катка. Ой. Фокус ставит базу рядом с... С Хэппичем. Это хамст. Это просто хамст. Корея имеет четыре сейчас. Это будет три в секунду, как кажется. Ну что? Ставят базы, тут застраивают вышками. Убивают экспант Лоулета. Да? Да. Отменили вышки, к сожалению. Надо отменить эти строящуюся фокусовскую базу. Играют наши... То ли три в два, то ли два в два. О, кстати, то, что про красную точку вспомнили, это очень хорошо. Император сейчас вместе с Патмой... Ой, съели финда. Убивают Гидру. Это очень хорошо. Что там выпадет, интересно. Шар. Кому-то там Кокти плюс 12, кому-то Кристал Боун. Но с другой стороны, мы забираем еще вторую точку красную. Здесь выпадает нам... Ну, так. Неважно. Сейчас приходит к Кавку, кажется, на базу. На мейн. Я не знаю, кто там приходит. Коты, не коты. Или к Амуляту, или к Эффекту. Кому-то из этих троих точно приходит. Акалит. Кто-то из нас на базе с пионом зарубился. Так, лоулит с телепортом. И телепортируется. Просветка есть? Можно было молотком. Тауриан с двумя бутылками маны. С трубкой архмаговской. И интрига все еще есть. У Корицы, правда, преимущество. 170 лимит на 150. И сейчас, возможно, у Фоги будут проблемы. Потому что он... Он вообще деньги, скорее всего, все передает. И передает... А, у него базу убивали. Да. Там пилоч, наверное, есть. Еще грабят. Увы. Там надо собираться вместе опять, пытаться их проутюжить. Я вижу, армия объединенная нападает. Вот здесь. Только позиция нужна, не такая, как в прошлый раз. Может, вниз отступить, перегруппироваться. Потому что там у них столько всего потеряли на отступлении. И когда, наконец, заняли правильную позицию, то есть есть кому потанковать. Мортиры стреляют. Группируются враги, что Близзард хорошо идет, что Импэйл хорошо идет. Совсем другой эффект получается. Я верю в то, что есть еще возможность нормально подраться. Здесь минус. Минус Мэйн. Я боюсь это говорить, но, кажется, есть надежда только на амулета. У нас единственная добывающая база у него. Ему там нужны... Хотя там базы-то должны тоже заканчиваться потихонечку. Давайте попробуем штормануть здесь. Там уже прилично времени просто прошло, поэтому... Телепорт пошел, первый. Телепорт. Телепорт такой сейфовый. Сзади орк. Опять пытаются с разных сторон напасть. И мортиры не прикрыты, получают сразу вейв. Очень плохо. Мага пытаются... Мага пытаются... Ой, даку, 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 хорош! Старфол, контрите Старфол, молоточек. Есть, молоточек, инвул. Ай, имп... Ой, там Транквилла пошла. Транквилла пошла. Гранты очень хорошо вылечиваются. Да, и сложно отменить это. Все, отменили, отменили. Там Хэпич пришел. Я не знаю, там Патмай еле живая. 170 на 130. У нас их все плохо. Хаааа! И если только героев не поубивать. Козла пытаются отстрелить. Там Патмай по тонкому льду уходит. Может не уйти там из этого. Да, наши, кажется... Да, ну... Нечему убивать, кстати. Дестройеров телепортируется. Телепортируется кто-то. Минус конь. Минус гранты там под Близзардом. 160, 120. Да, надо как бы отступать, а тут некуда отступать Да, у Хэппи-то есть ТП, но а толку? Телепортируется Хэппич, пытается там кого-то отстрелить Еще может Грунцера, какого-нибудь Финда, не получается Тут окружает еще Архмага Правда, козел, козел терпит Козел телепортируется, но маг, маг, что делать магу? Он вообще не выживает никаким макаром Психовные, конечно, игры, вот эти вот 4 на 4 Просто такое количество движухи происходит Но особенно важно позиционирование, конечно Очень важно Потому что количество юнитов и героев увеличивается Эффективность АОЕшек увеличивается Важнее, кто впереди Оп, 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 да ладно Да ладно, погнать сейчас можно Еще Император рядышком Ой, сейчас можно Ой, сейчас, кажется, можно погнать 146, 111 Ой, там, правда, котов Минус, минус, минус жук Так Сейчас можно на героях Вокруг фонтана Там, правда, Таурен выходит Ну, ёпперы с этой Ну, как так-то? Пытаются МК подрезать Ну, лечи, лечи, лечи! Да, МК падает Не было маны, видимо, на лечение Хороший вейв Нужно Импейл второй Транквила пошла Опять Нечем, нечем, нечем контрить Новая Транквила лечит Два раза эффективней Хороший импейл Слушайте, а тут еще Хумен подошел Хорошо, брейкеров довольно много Там подрезают еще гранта 107-106 лимиток Какие качели И наши давят Вот это да Как? Как? Они так увлеклись Преследованием Что потеряли там одного героя Второго героя Не все сражались И... Опа, сзади ТК Сейчас будут бить Леч, леч, леч Где нова? Нового вражеского леча Фокус неплохой Очень неплохой Но Койл проходит И струеров непонятно Как опять убирать И убивать Я не знаю Разбегаются в разные стороны Сейчас Прикапывается Маутен Кинг Наверное стоит К Убить Убить Он Он догонит же козла ММК Где молоток? Мана Молоток 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 Мана только сейчас появилась Да ладно Успеет? Ох, не успели козла убить Надо возвращаться Ману регенеть В нычку убивать И нормально У Кариня 84 лимита У нас уже 116 Как-то отстроились Я не знаю как Но я уже успел их похоронить После той неудачной битвы Там реально колоссальная разница была И... И ничего не добывает Единственное... Фоги! Фоги! Фоги подрезает 3500 из шахты императора Ну ему видимо Дозволили все нормально Сейчас очень аккуратно Надо к героям относиться Ману восстановить В фонтане возможно Время работает на нас Класс Вот это да Ману стоун выпадает врагу Но сейчас отсюда Уйти будет достаточно сложно Потому что там тупик И нужно покупать телепорты Не факт что у них есть Не факт что у них есть деньги Надо бить Надо Таурены ушатывать Тут все трое Тут все трое МК, МК Что? Молоток Молоток Где молоток? Так, за контролем Старфол Ладно, Архмак Особо не нужен Патма падает Что? 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 Леча лечи Лечит леча Ну, только Император держится Патма шестая Пытается уйти Эй, ты что? Оператор Ненавижу тебя Покажи игру Окружили там героя Я вижу наверху убили Да Минус три героя Сейчас ДК кажется окружат Да, окружили ДК, отлично МПЛ не спасет, минус ДК И этот иззявый 2-0 GG Молодцы Причем, повторюсь, это не инактивные корейцы Это нормальные корейцы, которые так же катают Онлайновые турниры Фокус, Лин, Лоулет Ремайнд, молодцы Классно, даже Хэппи Даже Хэппи рад Классно Да, да, у них колоссальный был минус по лимиту И они отступали уже, все было так плохо Хэппи стелепортировался Молодцы Фогги там со своими движениями Рокки мув Классно Амулет затащил Браслет затащил Классно Нас ждет последний матч на сегодня Это финал Турнира Легенд Граби против Инсомнии Но перед этим будет короткое интервью Насколько я понимаю Хавк там отмечается снова в чате Нагиб пишет Отлично Да, Граби Инсомния Инсомния одолел Тейкера Весьма легко Граби одолел весьма легко Мэтт Фрога Но не хочется мне быть убийцей интриг Но если вы смотрели оба матча То наверное согласитесь со мной Что Граби играет значительно лучше Чем Инсомния Пацаны в чатике Приветствуют Хавка Поддерживают Это было классно Кого же нам вытащить? Давайте Фогги Фогги Не хотел бы ты подойти сюда? Иди-ка сюда Давай-ка, иди-ка сюда Ну и нормальное настроение сейчас Все хорошо Перевел Перевел, озвучил Капитан команды Хэппи, да? Что за безумная игра? Мы видели реакцию Ты ожидал, что вы выиграете вторую? Не, никогда Ты на Хэппи Ты поставил экспант у Хэппи И при этом у тебя была только Патма Да, и у нас Это последняя шахта Я посылал всю амулету и Хэппи Взял Акалит, спрятал И после этого Ага, и он построил три зигурата А он, ну в общем, не добывая И Хэппи смог произвести героев И финдов Ты спас Акалит? Да, я Ого, уважение Фогич Тоже Акалит Хэппи И ресурс менеджмент Да, управление ресурсами Я не знаю, ты в курсе или нет, но Но в апреле на момент было 180, а у вас 120 лимита. Мы, в общем, уже вас списали. Но герои, что там, Total Auto Control, вышли из-под контроля. МК Хавка решил исход сражения, потому что он говорил, какого героя мы должны... убивать. Он кидал молоток, потом МПЛ, Койл Нова. Фокус. Вы там нормально общались? Да, 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 нормально. Ты слышал, что там корейцы что-то говорили? Они там стычали. Мы вообще ничего не слышим просто в этих ушах. Ну, какой-то шум был, но я даже не уверен, были ли это корейцы или нет. Я просто сосредоточен на игре, и поэтому это не важно. Какая тебе первая или вторая понравилась больше? Конечно, первая, потому что в первой игре мы... мы выиграли уверен. А во второй, ну, я думал, что нет шансов никаких. Но Хэппи всегда верил, и после потери базы и... после потери большого количества юнитов мы просто продолжили... менеджерить, управлять, общаться, говорить, что делать, поэтому... Ну, все понятно, короче, Мортиры, Близзард, всех заливали, убивали. А вы на каком языке общались? На русском? А эффекты мы просто... амулеты мы просто... мы писали в чат. Если мне нужно достучаться до... Да, я говорил на русском. А Хэпп там с амулетом на английском, говорю. Или мы печатали просто. Ну, браслет... Ну, он очень хорошо сыграл в этой катке. Он не играл никогда 4 на 4, не знал карт, но играл действительно хорошо. Кто решил на этой карте играть? Корейцы эти, наверное, но... Мы... я... я... я не... Я не играл на этой карте до этого. Мы тоже ее не знали. Ну, Хэппи с Хавком знали, знают ее, да. Очень сложно было ставить экспанды, потому что они только в центре. Невозможно вообще экспандиться. Вся... вся игра состояла из сражений. Последняя игра для вас на сегодня. Завтра клан ВАР с корейцами ждет. Вы выиграли и ФФА, и 4 на 4. Может, завтра раскатайте их. Я жду вообще моего матча с фокусом. Я реально хочу показать свой огромный скилл. Уверенные европейцы, мне это нравится. Классно. Я вообще... я волнуюсь больше за Хавкой и за браслеты. Там... Маппул очень хороший в матчапе для эльфов. Новые карты. Хорошо. Две карты. Ой, две реки. Ту Риверс реально не будет играть на Ту Риверс. Экспанд не слишком тяжелый. Ну да. Но это тоже хорошо для хуман, да? Ну, если две шаги, то на карте о чем ты говоришь? Да. 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 Ну там три вообще можно поставить. Да. Ну, короче, не шарят эти немецкие комментаторы. Нас эльфов им не понять. Ты наших хумановских игроков подтягиваешь немножечко, да? Как тренер. Я вообще без понятия. Что? Что это? Я имею ввиду... Что? Почему нет? Я... Я... Я сказал им по поводу карт, что им нужно забанить. Ты на новых картах играл вообще? Понял там, как крипится лучше, как там что-то лучше. Да? До... До ивента я... Я с Хаком на новых картах катал. А до этого мы еще 4 на 4 катали на этих новых картах. И на некоторых турнирах... Хэппи там пальцы показывает. Ой, ну ничего. Блин, я жалею, что не там. Можно было такие бы интервьюшки бахнуть. Ах. Какая любимая карта из новых тебя? Терен и стенд. Потому что сейчас... Рядом мерки, можешь ЛС использовать для того, чтобы прокрепить... Угу, больше закрепить. Ты имеешь ввиду, что больше задеваешь ЛС? Угу. И ты обсерваторий крибишь, а не мерк. Поэтому это очень хорошо. Окей, круто. Я надеюсь, что у вас есть как успешный день tomorrow, как у вас сегодня. Когда у тебя начало? Воспойка? У тебя второй матч, да? О, я думаю, третий. Окей. Второй матч это Халк. Это Халк будет играть. Ау, Словлайк. Хавк снимает. Угу. Хавк ворвался опять еще. Не знаю, брат, нас заценили. Класс. Там будет 2 на 2 тоже интересный будет матч. Классно. Говоря о Граби, это последний будет матч на сегодня. Финал. Инсомния с Граби. Они там что-то переоборудуют. Да, они устанавливают. Ну, короче, садятся уже, рассаживаются на закомпы. Фоги уже чувствуют меньше внимания. Граби. Это Олдскуук. Что? Олдскуук. Грэндфайнал. Хорошо. И я думаю, мы будем видеть наши игроков следующий. Да. Мы почти готовы здесь, чтобы начать. О, а вот и Инсомния еще разок. Небритый. Стильный. Плащ у него. Классно. Блин, было бы прикольно посмотреть старые финалы ВЦГ по годам. Это же вообще... Вспомнить, как Инсомния затащил. Там же совсем другое было. Это же все есть. Мы же все. Самое прикольное, что я не смотрю эту трансляцию с 4 на 3 монитора. То есть, полное погружение... А, что я смотрю эту трансляцию с 4 на 3 монитора. То есть, полное погружение в 2006-2008 год. А, Лукарет, тут на самом деле Warcraft уже вайтскриновский. Поэтому... Нет, было бы классно. Я бы тоже... Помню, Warcraft играл на мониторе... Ой, представляете. Сейчас скажу. КТХ... Прямо можете прогуглить. Я помню модель даже монитора этого. КТХ-PR500F. Это 15-дюймовый монитор с хорошей герцовкой на 1024 на 768. Кажется, он давал то ли 85, то ли 100 Гц. И он плоский такой. КТХ-PR500F. Помню, еще меня в метро бравые милиционеры остановили, когда из общаги на съемную квартиру переносил его. У меня ни документов, ни мозгов тогда не было, естественно. Но модель монитора я им назвал сразу же. И что брать с бедного студента. Ты играл против Граби на этом турнире? Вчера. Это секрет. Как там секрет? Сиддамс поддержал канал на 300 рублей, сообщает Михаилу. Спасибо за эмоции. Все турниры поваров делаешь вдвойне приятнее для просмотра. Вернул мне мой 2000... Да, это он, кстати. Это монитор. У меня друг давно уже зарабатывает норм бабки, до сих пор играет в Warcraft 3 4 на 3 с трубой. Еее. Хороший монитор. Очень хороший. Что изменится с патчем в матчапе твоем? А, Human против Warcraft. Может быть мы увидим форсиры и ТЦ, потому что сейчас и форсиры и ТЦ посильнее. Там действительно и Волков, и Чайник, и Скорость перемещения, и Стомб. Но я думаю, что Хуманы продолжат играть стандартно. У них-то особо ничего не поменяли, только Скорость перемещения. А какие другие мета... Ну, короче, стратегии изменятся в других матчапах. Мне очень пугает Лич. Потому что у него... Да, ДК с Аурой, а Лич у него Быстрее Скорость перемещения. В 70-90. Да, у него как будто сапоги. Но Нага тоже получает буст, да? Да, и у Наги тоже буст. Это, конечно, дико. Андейдам подарок. А там и Дредлорда апнули, и Криптлорда апнули. Это было тяжело. Это было тяжело для вас на Найт-Элфе, но сейчас это может быть даже тяжело. Но Найт-Элфы сейчас имеют только Пэнда, немного быстрее. И Нага. И Нага, но без Аура. Это тоже. Да, Санни Кей говорит, хороший скилл наших игроков, большая заслуга Гера еще. Спасибо, мы пользуемся случаем. Да, потому что полторы сотни турниров и регулярная такая активность, когда есть цель, можно играть, поигрывать. И мы видим, что наши товарищи очень хорошо, в хорошем уровне показывают. Ну, корейцы как бы. Классно, классно, классно. Причем на лане, на лане. Классно, классно, классно. Такое ощущение, что корейцы всегда отставали от нас на уровень, а не мы от них. Нет вообще. Мы всегда от корейцев, практически всегда от корейцев отставали. Настолько гениальные игроки могли им в определенный момент времени противостоять. Ну, типа Граби и Дедмана. Корейцы и потом китайцы им обогнали. Еще с браслетом в тиме. Да-да-да, еще паровозили, это какого-то ноунеймер. Короче, Фогич, возможно, пересмотрит свои стратегии. Надо бы, кстати, обратиться к тренеру Пуху. Он, правда, тоже зависает в PUBG, но опыта не пропьешь. О, там игра пошла, инсомни Граби. Еее. Ну что ж. Поехали, друзья. Последняя серия на сегодня это финал. Финал, финал, финал. Инсомни Граби. Играют они на Тартл-Роке. И, кстати, это, скорее всего, на руку. Все-таки Граби, учитывая то, что он, скорее всего, на этой карте возьмет Форсира. И, ну, мне кажется, что Форсир. Такое ощущение, но не факт, конечно, что это будет ФС. Будет харасить. И с такими респами, конечно, очень приятно харасить, потому что... Почему? Почему плохие новости? Что финсомни так не будет играть? Там... Дело в том, что магическую вышку можно не успеть достроить. Форсир, новый Форсир может очень хорошо захарасить. А у Граби Форсир, это... Ну, это его коронный герой. Понятное дело, что потом он свечнулся в Блэйда, когда метод поменялось. Но за Форсира он даже по времени играл дольше. Нет, все-таки Блэйда он взял. Вот. Я к тому, что если бы он взял Форсира, он прекрасно бы с ним справился в плане контроля. Прекрасно. Там еще гифку нарезали. Кстати, напоминаю, что вы можете делать, во-первых, клипы в ггшном плеере. И Локи достаточно давно сделал сторонний вообще сервис, за вечерок запилил. Называется ggifka.ru. ggifka.ru. Куда вы можете зайти, вставить ссылку на клип и достаточно быстро его обрезать, сделать гифку. Там вырезать, там еще можно вырезать какой-то конкретный участок. Если кто-то не знает, что можно быстро так делать гифки и потом там имя делиться, вставлять в чатик, радовать, или в комментарии, куда угодно. Есть такая опция, конечно, тоже. А, гггифка, а не гггифка. Есть еще gggirls.ru, где только девочки представлены, трансляции, которые идут... А, и я, кстати, не услышал вообще ни одного отзыва относительно низкой задержки, которая в Firefox была пофикшена. Помните, если звук кого-то трещал, то же отпишите, пожалуйста, если изменилось. Можно в бета-профиле поставить гал... Опа, можно было... Можно, можно, можно... Граби говорит, очень странно, что ты это выучил. Да, инсо мне не так плохо. Очень хорошо. Раз. Да. Опасно. Слушайте, а он убьет вышку от... А почему не стал? Ну, вроде хватало. Ну, ладно, хорошо. Лайдмастеру особо тут нечего делать. Инсо мне более-менее спокойно крепится на... Ну, хотя грант тут... Грант, смотрите, пытается за... Ретаргет. Грамотно знает, что нужно делать, чтобы черепахи начинали атаковать. Да, клип тоже с ней, с плеерей с низкой задержкой, уже можно достаточно давно пилить. Хавк там опять врывается. Хэппик говорит, теплее стало в зале, наверное, после сгоревших уконов корейцев. Да... Приехали, пошалили наши. Обрадовали, обрадовали, конечно. Ну, так приятно просто. И вживую посмотреть на... И на текущих игроков, и на старичков тоже посмотреть, вспомнить, поностальгировать. Порадоваться, что наши товарищи... Ну, и все, завтра, конечно. Завтра будет самый такой именно киберспортивный вариант. То есть, вот, прям чисто клан Вар. То есть, 4 человека. Наверное, 2 на 2 будет. Там 4 соло, 1 на 2 на 2. Придется, конечно, с брейсером тащить. Не знаю. Тяжело. Тяжело. Ну, посмотрим, как наши выступят. Ботиночки есть у... На самом деле, поинцом не скажешь, что это играет человек, который несколько лет просто в Варкрафт не заходил. Все хорошо. Отконтролил. Прокрепил, получил второй уровень. Пришел вовремя харасить. Ну, как вовремя. Можно понапрягать Орка. Да, наверняка она в этой арене играла. Наверняка играла, просто вопрос, сколько? Ну, поиграешь недельно, поиграешь две, ну, поиграешь месяц. Но после инактива многолетнего, вот такие вот мелкие фишки показывают, что как там застройку делать, как там рабочих спасать. Это... Это же Грабий удивился. Понимаете? Хороший уровень. Так. Бестиарис троится. Т2 Орка пораньше. Пытается сейчас еще покрепиться АМ. Не знаю, вот сейчас он немножко... Немножко отпустил. А вот Грабий возвращает контроль. Во-первых, он может добить. Здесь берет перчатки. Хорошо. И все, и весь скриппинг коту под хвост уже не хочется продолжать, потому что у него там на пару виндвоков, и... Вот уже увязался. Правда, у Блэйдмастера, как мы видим, нет ботинок, в отличие от Рахмага. И он тратит больше времени. Опа! Как блочит, смотрите. Как блочит. Гру... Очень хорошо. То есть Блэйда отправил добивать одного. Тремя грантаймами. Ну, так, хотел подокружить. Потом подблочил, когда понял, что не будет окружить. Это очень... Это очень хороший контроль. Это очень хороший контроль. Прям... Крепится еще отдельно сухой. Красиво. Сейчас надо просто сухой отвезти, да. И замазаться параллельно. Молодец. Все, все успевает. Старичок грубый. Только рот у него почему-то закрыт, не погрузился. Сейчас погрузится. Дайте время немножко. Откроется у нее чакра. Маутон Кинг. Да, все, открылись. Открылась чакра. Работаем. Мана выпала. Ох, кажется... Кажется, Граби прозрел. После того, как ему выпал большой бутылек мана, он понял, что... Пошла жара. Красиво. Да. Ну, Сомни, конечно, тоже старается не отступать... Нет, не отставать. У него Маутон Кинг. Он тоже крепится. Но Граби крепится лучше. Во-первых, он, насколько я понял, выбил сейчас на втором магазине блэдмастером из Голубого Огра что-то непонятное. Да какой я притейкал? Что вы... Притейкал у него. Там магазин собирает. Тут только желтую точку крибит. Ну, что за... Что за... Третья СХ. Третья СХ это отлично. Что, пойдет пушить? Застройка? За... Нет, не застройка. Застройка? Не застройка. Застройка? Застройка. Застройка. Ну, тайминг очень хороший для Граби. Игра, скорее всего, ему удастся абсолютно спокойно отбиться. По двум причинам. Уровень героев и наличие бутылки маны. 2-3 уровень героев. Свиток еще. Да. Ситуация очень хорошая. Единственное, в Бору надо еще вот в левый посадить четырех рабочих. Блэйд он нарезает неплохо. У Блэйда хорошие, кстати, предметы есть. Да. Очень уверенно. Да, и сажает еще Бору народ. И Кадой молодой выходит сейчас в бой. Красиво. Чуть-чуть перегруппировается, жрет Кадой сразу фута. Пытается отфокусировать. Там и бутылок, бутылок, бутылойд, бутыль здоровья и неуязвимости. И гонит, и гонит голландец болгарина. Да, очень уверенно. Он вообще никого не теряет. Там еще магазин рядом. Даже если бы у него не было большой бутылки маны, он спокойно на те деньги, которые у него есть, пару бутылок мог затарить. Третья СХ, здравствуйте. Очень красиво. Очень красиво. Миккерит значительно лучше. Окружил Маутан Кинга, не уследил, хотя это было... Да, гуд гейм. 1-0. 1-0. Хорошо. Уверен. Уверен, Граби. На Терри выигрывает. Графикс Хэвз Лэп Дэ Гейм. Это символично, знаете. Графикс Хэвз Лэп Дэ Гейм. Ой, молодежь бы посмеялась, конечно, над этим. Приходит какой-нибудь там 14-летний, 14-15-летний товарищ. Случайно заходит на трансляцию, и тут... Хопа, графика вышла из игры. Ну, все, понятно. Как не зайду на Твич, Группсто играет на Варине, так что он в форме. Ну, говорили, что он раз или два раза в неделю играет. Он и не присоединялся, говорит, не версед. Нет, графика Варе в свое время была просто изумительной. То есть это... Это... Я помню, как Бета попала. Я помню, из Питера, из компьютерного клуба. Ну, скорее всего, по интернету там скачали. Я на жестком диске ее домой вез. Еще когда домой возвращался, в Иркуту, после... Это был... То ли я... После первого курса, там еще как-то. Давно, в общем-то, было. Это прям бомба была. Там на втором пенте запускаешь, подтормаживает. Ну же, третьи были пни. Призовые есть? Без понятия. Но я уверен, что здесь... Главная мотивация это не призы, естественно. Да, норм графон. Мне вообще устраивает графика в Варкрафте. Тем более, что это жанр игры, стратегии. Тут... Это не самое важное. Не самое важное. Там уже ждут появления хэппи в кадре. Да, вот графон у Варрики вечный, как в Героях Третьих, тоже очень... Главное, чтобы была уникальность, главное, чтобы был стиль и... Ну и чтобы было понятно со стороны, что происходит. В Варкрафте, безусловно, есть свой стиль. Я помню, времена, когда гулял по клубам, четвертый пентеум был топичем. Но не могу вспомнить, когда это было, может, ты подскажешь. Когда был четвертый пентеум? Относительно чего тебе подсказать? Я читал древние статьи, комменты, в Варкрафте, графику катиковали в 2002-м. Еще, типа, могло быть лучше намного, но Близзы делали для слабых компов. Да, кстати, это было. Это было. Да, пентеум 4, 2004-2005 год, согласен. Где-то так должно быть. Граби кивает. Момент, когда Граби обедал на заднем фоне, тоже такой. Но он явно знал, что его снимает. Хеппич там такой, прям, серьезный. Видим, мы от Прога на заднем плане. Проиграл. Проиграл. В общем, проиграл Граби, болеет за Инсомни. Ну, то есть, мы споследим за ним. А у Граби сзади Тейкер. То есть, случайно они распределились? О, план Драйсел! Господи, такая карта! Карта! О, я помню, финал с Прохуменом в Беларуси на этой карте катал. И тут он мне как раз Маутен Кингом в Бардынку поймал. Как там, кто знает у Прохумена, как дела? Может, кто-то из... Слышал что-то. Гольфман, переподписан, спасибо тебе. Зашел на стрим, посмотрел две рекламы к ряду, задумался, что ГГ сильно поменялся к лучшему, оказалось, что прям кончился. А почему две рекламы? Там показывают только одну. Как у тебя так получилось? Продляй скорее прям. А, и он переподписан как раз уже 7 месяцев точно. Спасибо тебе. Очень мне нравится, конечно, эта карта. Она тоже очень сильно поменялась за это время. Там, кажется, добавились входы на экспант альтернативные, потому что... Раньше вообще очень разные расы. Там форсируй, кстати, уграбят. Очень многие играли здесь через эксп. То есть в разные периоды по времени, но самое главное, что если экспант ставится... Там орки, например, ставили вышки на проходе, потом сразу крепили две точки с одним героем, отманивали одних, отманивали с магазина других огров и спокойно сразу и чистили нычку, и защита получалась. И штурмовать эту хрень было крайне неудобно, потому что вижена у тебя наверх нет, там уже вышки стоят, и орки вышки с фортификейтом. Я помню, с кармой столько мы... Столько я пытался контрить экс-погрессию, и тут лучше, конечно, ставить в ответку экс-потой-два. Гнолы здесь, кажется, не поменялись, этот троица стоит, но она, кажется, не сильно поменялась, короче. Драконы там летали, помню. Выпадала еще корона королей, кажется, маска смерти, там какие-то хай-левельные предметы тоже сейчас поменяли. Помню, на этой карте великолепно баг юзали с приманиванием дракона, если помните эту тему. Тут на красных точках были драконы 10-го левела, и у них срабатывал скрипт. Там по-разному делали. То же самое делали и на низинах с рейдером, если помните, такую штуку. То есть приходили, в определенный момент ты кидаешь там сетку на юнита, например, или, например, если атакует вышка, то дракон там остается, типа он назад не улетает. Там как-то мудрили со скриптами поведения юнитов, и ты уже ничего не мог сделать. У тебя драконы 10-го левела на базе, все разносит к чертовой бабушке. Много хорошего здесь было. Помню, с Тилерманом на этой карте играл. Тоже в бородатые времена был рад, что попался, еще за Альянс играл. С мортирами-сорками пытался его запушить, но он гульками с... Ну, короче, да, там не проиграл. Но тоже запоминающаяся была игра хорошая. Тилерман там вообще просто... Большая удача была на него попасть. Такой бог просто рандома в роке. В общем, быстро игру понял. По крайней мере, того уровня игру он быстро понял. Мега-сообразительный товарищ. Помню, помню, баг с драконом, говорит, друг Гуфи. Да-да. С отдаленной камерой варики теперь так классно на телефоне смотреть. Ничего не видно, да, Игл? Игл! Так, в это время граби харасит. Тут уже ферма горит. Дома горят. И гораздо более агрессивный, я думаю, сейчас будет граби. Но у него герой располагает под агрессию. Смотрите, сейчас будет еще Грант ломать дом. Накидывается на ополченца. Он попробует... А, нет, там выводит четырех рабочих. Аж ты что, с ума сошел? Ради фермы. Это нельзя так делать, конечно. Они быстрее наберут эти 80 золота и 20 леса, чем вот... Жуть. Ну, граби шатает. Граби разводит с разных сторон. Нюнцом не старается, тоже, видите, подконтроливает. Граби не отпускает. Старается и волков подконтролить, и рабочих подрезать. Магическая вышка, конечно, значительно упрощает задачу отбиваться от волков. А в какой-то промежуток времени, когда магические вышки еще не появились, но форсер умел. Ну, уже появился хороший контроль. Эти четыре прихода волков, многие хоманы просто ждали, встречали с большим страхом, потому что защищаться от грамотного ФСа с грантами с волками, волки проникают куда угодно на базу. В магической вышке нет, там бонусного урона 20-ки нет по вызванным существам. И они там просто себя ушатывали. Тот же Граби очень любил так людей выносить. Харасил до смерти, сбивал все тайминги. И... Это страшно, страшные времена были. Мы выживали как могли. Помню финал Караваджо с адвокатом. Да, да, да. Это был финал НПКЛ, насколько я помню. Национальный профессиональный кимперспортивный лиг. Но адвокат, конечно, тогда очень порадовал. Так быстро он в игру зашел за год или за два, что-то в этом роде. Даже меньше, наверное, за год, за год, за полгода. Так, чакра открылась у Граби. Ой, как не вовремя закончился элементарь. Перебили регенерацию у двух пехотинцев. Волки опять в городе. Это разведка, просто смотрим тайминги. А, можем и подъезд. Тут есть, смотри-ка, тут есть, да. Оп. Вот жук. О, а тут же хорошая тема. Граби подрезал ОГР одного. А где ад? Из кого выпадает-то предмет? Вич доктора? Что? Это вообще классика, слушайте. Ну, то есть, с Иху убрать, то Урена поставить и будет просто Рок. Правда, с того момента тоже очень много всего изменилось. Доминирование кастеров, что у Альянса, что у Орка, в определенный промежуток времени, помните, в Роке. Это практически повсеместно было. Когда Хиленвард вместо пяти хитпоинтов у него 200. Реген был другой. Стаси-страпы, кажется, тоже обладали большим количеством маны. То есть, смысла вообще нет никакого ушатывать Хиленварды 200 хп. Это пока его долбишь, они успевают быстрее вылечить. А потом сделали 5 хп, что один тык, и они ушатываются. И Орки играли повсеместно в два Спирит Лоджа. Бладласт и вот эти вот... Красиво. Но это давным-давно уже не актуально. Уже и типы атаки защиты поменяли, и перебалансили косты, и Бладласт сделали послабее, и Варды тоже. Господи, столько времени прошло, столько патчей, столько изменений в плане баланса, и кастеры, конечно, сейчас уже не такие юзабельные. Класс. Друзья, я респектую тем, кто все еще на стриме и не спит, потому что реально уже почти 5 часов утра. 5 часов утра. И все наверняка там уже за 20, кому-то за 30 здоровые мужики смотрят Варкрафт в 2018 году. А завтра среда, если мне память не изменяет. Уже сегодня среда. Мы какие-то сумасшедшие с вами. Серьезно, у меня уже все давным-давно дрыхнут. И кот, и семья. А мы с вами здесь. Как в старые добрые времена. Интересно, будут шаманы? Какое спать? Это же праздник жизни. Нет, я сижу с тобой еще с PUBG. Сам ты здоровый мужик. Ну, слушайте, есть у нас, конечно, девушки на сайте, но их там один в десяти. Завтра среда, и время меняться к лучшему. МКЛ будет в пятницу. То есть через 3 дня у нас будет МКЛ. Волкеры. Спирт Волкеры будут. Ну и третий уровень нам нужен. Амулет маны выпал? Ну, Граби явно тут фанится. То есть первую игру он сыграл серьезно по страти вот по текущей, по текущей мете. С проверенными героями, проверенными темами, с хорошим там контролем карты, с агрессией. А сейчас он просто фанится. Ну, то есть он не совсем спустя рукава играет, но он расставил ворды по всей карте, он играет в стратегию, которая, ну, она не очень серьезная, мягко говоря. Ну, в принципе, в принципе. Дойти до Т3, добавить хилин ворды, добавить третьего героя, и можно нормально сражаться. Скоро, кстати, закончится... А, да-да-да, тут, видите, проход есть наверх, его тоже раньше не было. И тут, кажется, второй рампы не было на второй, то есть была только единая рампа. На... Да. Но она вниз была направлена. Да, нет, был подъем, просто он был в другое место направлен. Все верно. Ну, хорошо. Есть имбул, есть свиток, лечение, что там выпало, плюс 6 к силе. Так, к себе. Чем вот он собирается убивать каких-нибудь брейкеров, я не знаю. Опять же, кастеры были актуальны до тех пор, пока не появились... не появился ТФТ. То есть не появились спулбрейкеры, которые просто и Bloodlast перекастовывают, и... Если правильно... Ну, если сделать апгрейд, то... Ага, хилл варды. Таурены! 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 Да, тут дракон уже, видите, тоже пофикшенный, не 10-го левела, а 6-го. Она пока удаляет этот сентривард, у него тоже 200 хп. Стасисов соточка. А чего сейчас? Тут можно и по... Какой крипджек? Тут можно и посражаться, на самом деле. Диспл пошел. Да, высасывается мана. На самом деле, здесь Граби не обязательно сражаться, но он может... Хилл хорошо стоит, пытается прорваться диспл и телепортит. Да-да-да, надо валить. Тут есть проблемы с элементалями. Я не знаю, там Спирит Уолкеры будут, вроде он делал на них апгрейды. Возможно, он вообще хочет сделать Тауренов с Резуректом. Абсолютно унизительная такая эстрастрата будет. Представляете? Инсомниу там спрашивают, ну как там, с Граби игрой? Чем он тебя убил? Это ж стыдно будет потом сказать, признаться, что он убил тебя Тауренами с Резуректом. Это же просто... Ну, кто, кто, кто играл, поймет. Это просто самый, самый, самый лейт Т3 в таком мэчапе, как... Хаб говорит, короче, крутотошка, жаль, так мало дней тут. Да. О, Таурен. Да, Таурен. Спирит Волкер. Кстати, может, не хватит. Пульверайс, интересно, есть? Какой клэп. Ой, ополченцы идут. Граби понимает, что здесь нельзя сражаться. Сейчас он Таурену может... Таурену... О, хороший Стасис. Красиво. Винсомнии 62 лимита. Ай, подрезает еще... Я очень хочу, чтобы Граби в такой ситуации победил. They came from behind. Да не... Он видит еще, видит, у него второй этот... О, уровень 4 у Сахи. У него большой амулет, манны. Я думаю, что Граби просто осознанно... Ему Таурена бы взять третьим героем. Может быть, даже просто Саурой. Не, спокойно выйти из лимита. Граби осознанно не сражался. Да, Таурен третьим героем. Да. Я думаю, что Граби все еще по силам этой катки вытащит. Вообще, вполне. И кажется, когда он сражался, у меня не было еще поливерайза, там не было смысла сражаться. Граби с полиморфом без коров ничего не сделает. С полиморфом без коров. Во-первых, до полиморфа, там еще до Касла надо пожить. Во-вторых, коровы уже потихонечку появляются. Ну и Граби, как бы... Рево, ты же понимаешь, что он не лыком шит. Он знает эту игру. И... О-о-о! О-о! Видит, 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 видит. МК. Там демолишер еще подошел. Катапульты. Ну что? О-о! Хорошо. Сработала арба. Инвол, Таурен. И сейчас, кажется... Близзард хороший! Клэп Близзард, как в старые добрые времена. Таурены под замедлением. О-о-о-о! Ой, какой там Клэп Близзард цвиток идет! Молотон Кинг очень битый. Там Таурен до пульвера из разок сплэшем давай! Там менты, господи! 65 на 60. Более-менее. МК разворот. Перебивается у него мана и лечение. Ах, апгрейд на катапульт еще. Ой, танкует. Зря форсировано. Там еще Молотон Кингу плоховато. Ё-моё! Классно. Грабби псих просто. Да, Аура первым до Таурены, я так и предполагал. Очень битый МК, очень битый. Свиток лечения хороший. Надо сплитить сейчас ВИЧ Докторов заранее, может быть, даже. Ой, ЛС еще хороший, смотрите, на 40. О, еще чайник прекрасный. Да ладно, Грабби вытаскивает. Какой Близзард, что ты делаешь? Он своих немножко подзаливал. О, еще минус 2 кастера. Сейчас задавит. 70 лимит, 55 уже, все. Хорош. Дожил, доконтролил, красавчик. Ну, это Король Орков. Король Орков. В Грумбе. Грубый Грабби Мануэль Шинкьюзен, как сейчас помним. У него фамилия сложная, читается там Пап Шинкьюзен. Там еще произвещение. Классно. Так, там кастл готов, Грабби не торопится, крепит драконов. Коровы есть. Ой, у меня тут моргнул, я уже думал, что комп не выдержал и пошел в ребут. Не хочется. О, какой Близзард, ё-моё. Такой у меня дежавю просто, когда еще в Роке играли. Клэп Близзард против Орков, прям кастеров, кастеров. Ocean of Divinity. Это инвол на... Ой, пульверайз пошел Таурен. Бух, минус. И Таурены начинают разуплотнять брейкеров, ополченцев. Там нет шанса, ополченцы пытаются отойти подальше от Тауренов, потому что сплэш сумасшедший. Он пульверайзит просто и стомб какой, и ополченцы падают, и все горят от демолишеров, подконтраливает катапульты. Прекрасно. Три Таурена в сорочках, сорочки в шоке. Лечится под... Да, и заливает... Да, и минус архмаг. Да, ГГ, красиво. Красивую игру показал Граби. Понял, что может и затащить по нестандартной стратегии. Как в старый добрый, текер особенно доволен. Он помнит все эти темы древние. Это было классно. Но Инсомния тоже рад. Это... Эти матчи заставляют вспомнить былое, вспомнить в том числе и старых героев, старые стратегии. Сейчас интервьюшечка, и на этом... Короче, мечты воплотил в... в Яфь. Потому что один любит Таурен, другой Вич Докторок. 2-0, 2-0, и там и там. Казалось, слишком просто. Инсомния... Ну, короче, Инсомния превзошел все равно ожидания Граби. Он тренировался. Больше 10 лет не играл Инсомния, Граби там 3 года перерыв у него был. Невзирая на уровень, я все равно волнуюсь. Как только слышу звуки Орды, у меня сразу в сердце прекрасное чувство. Ох! Орк! Инсомния, он сказал, ты играл сильнее, чем он ожидал. Что думаешь по поводу игры? Нам тоже показалось, что ты играешь довольно хорошо. Мне кажется, что я вообще лучшую игру показал, какую мог. Я больше, чем 10 лет не играл, да, все верно. Мне пару недель было, чтобы подготовиться. Не надо достаточно, но я... Мне более... Ну, короче, я удовлетворен тем, как играл. Более чем. Ага. Он все еще числится в качестве игрока в болгарском. Ну, в смысле, на ВЦ-трейле или еще где-то, я не знаю. Я не знаю, почему это... Я не знаю, почему это... Я несколько игр там провел, конечно, но мне понравилось. Инсайт-инфа от Хавка. Игрокам платят за необычные страты, их оппоненты платят за слив стандартом от таких страт. Так Близзо создают видимость, что патч как-то поменял вообще Близзо с ним. Постарались. Спасибо. Хошк. Надеюсь, тебя тоже заплатили. И ты покажешь завтра хорошую игру. Да-да-да-да-да. Хорошая тема с первой игры. Просто и просто. Да-да-да-да. Да-да-да. Но да, это были какие-то классные страты. И я много с Плэшбэком. Я имею в виду, многие люди все равно помнят ваш Плэшбэк от 1.14. Это было так ужасно. С Торрентом и Близзардом и Близзардом. Это было как в Китае в том числе. Они были в Шангхай. Мы были в Сиан, где у них терракота армии. Терракота. Классная одна из тем от организаторов была, что мы один день провели как туристы. на Желтые горы и ездили с Криолофосом и Диди из Болгарии тоже. Мы забирались на горы и в определенный момент без страховочки ты мог забраться какой-то секретный уровень может выстечь. Путь судьбы вместе прошли. Буддийский какой-то храм. Там никого не было. Это было такое удивительное место. Магический момент. Представляешь, мы могли тренироваться в Варкрафте здесь. в буддистском монастыре. Я запомнил, никогда не забыл этот момент. Удивительно, как игры могут помочь тебе и попутешествовать, и познакомиться. Здорово, что в 2018 году мы живем все еще. 15 лет назад Insomnii и я встретились на ВЦГ, на Роке. ты был на Корее? Ты был на Корее? Был на Корее, да. Он занял первое место. Ты был на том ВЦГ? Да, я занял первое место. Я никогда не забуду. Последние игры, там, 2-1. Он проиграл, видимо, Он тогда был лучшим игроком за Альянс. А я свищнулся на Альянс только перед турниром. Это у тебя очень хорошо получалось. Я думал, что выиграл тебя 2-0, а он не был игроком за Альянс. Я прекрасно помню первую игру, я строил кастеров, а он пошел в невидимых мартир каких-то там. А потом в третий по макро переиграл. 15 лет назад. Классно. Удивительно, как вы хорошо эти игры помните после такого большого количества времени. Они застряли в вашей голове от особой момента. Большие турниры, твои победы, твои поражения. Если это поражение, чему-то учишься, если это победа, ты стараешься в третью основу. То же самое, как в других сферах жизни. Победа на ВЦГ это была самая высшая точка? Нет, я бы не сказал. что-то побежали? А, да, 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 я не могу не вспомнить ничего лучше, чем победа на ВЦГ. ВЦГ для нас это самая высокая точка. то же самое, что для традиционного спорта, для олимпийцев, там, олимпийские игры. Да, ВЦГ для этого жили целый год, тренировались ради него, но с та же самой темы была. послушать тему из ВЦГ. Beyond the Game называется. Through the borders into cyberspace. Классно. Завтра будет продолжение, друзья. Ну, я с вами прощаюсь, уже начало шестого. Благодарю вас за внимание. Если пропустили, запись есть на Ютубе и на Твиче, я еще локально записывал на всякий случай, если там какие-то проблемы с записей будут, я смогу перезалить. Да, они там выясняют, что завтра кто с кем будет играть, но на этой радостной ноте я с вами прощаюсь, пойду спать. Благодарю вас за то, что смотрели, благодарю вас за то, что болели. Завтра начало, насколько я помню, в 10 часов по Москве. Подтягивайтесь. Подтягивайтесь. Поностальгируем, посмотрим, поболеем. Всего хорошего. Играйте в Warcraft. Вот, чуть не забыл. Подтягивайтесь. Увидимся. Подтягивайтесь. Да, и, конечно, они играют на план, да? Это не так много случилось. С knotsадов coworkers здесь очень хорошие. Хорошие, техникульты и все. Субтитры сделал DimaTorzok